Вступительное слово про постановку задачи в этой самой новой науке или новой дисциплине цифровая социология. Я хотел, наверное, бы сделать презентацию, но поскольку я понял, что говорить я буду довольно общие слова, заставлять вас еще и читать текст экрана, в общем, было бы неправильно. Значит, скажу несколько очевидных соображений о том, что это такое и почему этим надо заниматься. Как слышно? Меня слышно, да? Потому что здесь сообщают, что идет запись конференции на накладное окошко. Слышно? Да, да, Игорь Славович, все слышно. Хорошо. Значит, итак, мы все обнаружили, что возникло совершенно новое информационное пространство, новое социальное пространство, пространство, где происходят социальные процессы. Ну, все его называют по-разному. Например, военные, у которых мы делаем кучу докладов и ведем курсы, они это называют новым полем боя или новой средой. Значит, для нас это новое пространство исследования, а именно новое пространство, где живут наши граждане. Дело в том, что вообще сейчас наши граждане, по нашей оценке, по оценке довольно многих, значит, агентств, которые изучают сетевую жизнь, проводят примерно треть своего времени в социальных сетях, особенно если это касается подростков. То есть люди тратят условные 8 часов на сон, 8 часов на работу и 8 часов на социальные сети. То есть это треть жизни нашего общества, которую, конечно, нужно изучать. Кроме того, это такая среда нового доверия. По понятным, но неверным и ложным причинам пользователи социальных сетей очень доверяют этому пространству. Они, во-первых, считают, что там друзья, хотя, значит, то, что называется в соцсетях френды, никакими друзьями, конечно, не является, и там происходит подмена сильных связей на слабые, о чем можно отдельно говорить, что это и к чему это приводит. Но это, в общем, факт, и большинство друзей в соцсетях либо равнодушны, либо, может быть, даже враждебны, и там по 500 друзей у человека не бывает. Тем не менее, люди их считают друзьями, а самое главное, они считают, что в этом пространстве прав, да, и что в этом пространстве можно свободно выражать свои мысли, что для нас довольно полезно. Потому что это место, где можно узнать, что люди, даже если не думают, ну, как минимум, что они считают необходимым высказать. И при этом надо понимать, что социальные сети дали слово тем, кому еще 20 лет назад никто бы не дал трибуну. То есть ни на телевидении, ни в газете, ни в книгах. Это люди, во-первых, простые, маленькие и так далее. А во-вторых, конечно, что мы видим полуграмотные, саблонные, не дающие новых мыслей. Тем не менее, это наши граждане, которые начали высказываться. Это, в общем, ну, такой феномен совершенно новый. Раньше их голос был просто не слышен, за исключением от социологических обросов традиционной социологии. Поэтому, вообще говоря, это пространство надо изучать. Да, надо добавить, что оно не только отражает социальные эффекты движения, явления в обычной жизни, и не только влияет на них, но и производит свои собственные, уникальные, специфические для этого поля социальные эффекты, которые тоже надо изучать. Про них, наверное, будут сегодня рассказывать. Мы их тоже изучаем. Некоторые из этих социальных эффектов вообще не выходят за пределы этого пространства социальных сетей. То есть, не то, чтобы они влияют на реальную жизнь, но могут быть в ней совершенно незаметны. Соответственно, нужно изучать, как связь этого социального пространства с обычной жизнью, так и его собственные специфические проявления. Значит, пару слов скажу о трудностях этого изучения. Для того, чтобы его изучать, туда недостаточно просто прийти. Потому что, как все мы понимаем, каждый пользователь в социальных сетях, к сожалению, видит исключительно свою маленькую и абсолютно уникальную окрестность, поскольку для каждого пользователя социальные сети формируют его собственный информационный пузырь, который абсолютно не похож на информационные пузыри всех остальных. Но сейчас это такая же история с пысковиками. В обычном интернете, когда вы спрашиваете какой-то запрос, выдача поисковая тоже для вас уникальна. Она зависит от того, что вы раньше спрашивали, с какого устройства вы заходите, из какого региона и так далее. Значит, соответственно, для того, чтобы это пространство изучать, недостаточно в него ходить, пользуясь обычным браузером, даже если ты доктор наук или академик, семипядий, волгой и так далее, потому что ты увидишь только маленькую окрестность. Нужны так называемые большие данные или взгляд сверху, с птичьего полета. Для этого нужны технологические средства. Значит, к сожалению, здесь имеет место сопротивление материала, очень сильное. Все социальные платформы пытаются засекретить свои большие данные, пытаются не дать их никому, считают данные пользователей своими данными. Про это тоже можно отдельно разговаривать. Вот. Есть еще одна проблема, что все это пространство находится в серой правовой зоне. Здесь на конференции есть юриста, им это будет понятно. То есть тасование персональных данных пользователей и то, что с ними творят сейчас в социальных сетях различного рода операторы, как сами площадки и платформы, экосистемы, как у них модно себя называть, так и разные другие операторы, наблюдатели, те, кто выкачивает, мошенники, манипуляторы, политтехнологи. Это вообще с трудом подается описанию, и все абсолютно незаконно. И в этой незаконной среде надо оперировать, потому что это социология. Нужно знать, что там происходит. Значит, ну и кроме того, значит, есть еще несколько факторов, которые затрудняют исследование. Это то, что там чрезвычайно замусоренный контент. В частности, потому что вот туда пришли массы людей, не способные нормально говорить, плохо говорящие, безграмотные, использующие жаргон, которые сейчас в основном начинают использовать визуальные средства общения, вообще не производят текстового контента. Вот. Ну и кроме того, что, кроме этого, там есть разные манипуляторы, операторы внешние. То есть на самом деле, социальные сети представляют собой многослойную иллюзию, которая специально создается вот этими самыми манипуляторами. От спамеров до вербовщиков и пропагандистов. Значит, ну и там, про все остальное там. Да, еще одно из серьезных, ключевых, имманентных свойств этой среды – огромные лоббилиции. Она очень подвижна. То есть для традиционной социологии такая вещь, как постоянная, значит, переменчивость мыслей электората, условно говоря, вообще граждан, социальных страт, не является проблемой, потому что у нее медленные средства исследовать. Вот. Даже если ты, там, каждый раз, когда ты опрашиваешь граждан, попадаешь на какие-то мимолетные мнения, суждения и умонастроения, во-первых, это выяснить довольно сложно, потому что исследования делаются с неким периодом довольно длинным. Во-вторых, оно вроде не очень сильно мешает исследователям, либо они не обращают на это внимания. Здесь, вообще говоря, мы знаем, что все события, все, там, обсуждения, все вбросы, все, значит, социальные движения происходят на протяжении часов, даже не дней. И если ты хочешь это исследовать по-настоящему, тебе нужно иметь инструмент, который, ну, вообще говоря, работает с такой же или лучше с гораздо большей скоростью. то есть, если ты хочешь фотографировать быстрое движение, например, гепарда, тебе надо иметь быструю камень, иначе ничего не получится. Ты увидишь, как он стартовал и как он добежал. Вот. Ну, значит, для этого, собственно, мы вот создали инструмент Крибром, который реально пытается очень быстро все это фотографировать в реальном времени и выкачивать все. Ну, про это тоже отдельный разговор. Сейчас не буду на этом останавливаться. Какие плюсы в исследовании этого пространства? Во-первых, бесконтактная социология. Не нужно опрашивать. Можно просто наблюдать, а люди там, в общем, как им кажется, свободно выражают свои мысли, свободно бросаются туда-сюда, как лемминги, проходят, значит, всякие челленджи, флешмобы и тесты. Все это можно изучать, вообще оставаясь невидимым и не внося возмущений, которые, конечно, возникают, если ты напрямую обращаешься к опрашиваемому. Во-вторых, конечно, это огромный выбор. Все мы знаем, что, например, опросы в целом это 1600 человек, условно говоря, там, в 130 городах или регионах страны. Здесь выборки на 2-3 порядка больше, часто вот в тысячу раз. Они, конечно, смещены. Но поскольку мы в эту как бы науку, цифровую социологию пришли со стороны математики, мы понимаем, что во многом рассказы традиционных социологов про доверительные интервалы и представительность выборов, ну, это во многом маркетинг, во многом надувание щек и так далее. Я прошу прощения за такие резкие высказывания, но мне приходилось спорить с людьми СЦИОМа, СФОМа, про представительность их выборки. Ну, я приведу простой пример, который я уже приводил на таких совещаниях. Мы сейчас изучаем группы, которые могут быть, ну, условно говоря, несколько десятков тысяч человек. они могут быть очень влиятельны. При этом сетка стандартного социологического исследования в 1600 человек, она имеет размер клетки 80-90 тысяч человек в нашей стране. То есть, пусть эту очень широкую сетку могут проваливаться огромные социальные страты и группы, которые могут быть влиятельными, которые могут просто целиком быть пропущены такими исследованиями. Значит, большие выборки очень хороши, но их трудно обрабатывать. Они требуют огромных ресурсов. Кроме того, они, конечно, смещённые, потому что это люди, сидящие в интернете, специфические, довольные и так далее. Про это я ещё скажу там позже. В интернете есть также возможность контактных исследований, то есть вносить какие-то возмущения, либо что-то спрашивать, либо что-то просто писать в комментариях, в постах, и потом можно оценивать характер распространения этого и реакцию. И для этого всего есть инструмент. Значит, вообще основным преимуществом такой социологии является даже не размер выборки, а возможность обработки данных автоматическими способами, которая прямо встроена в инструмент. То есть всякий искусственный интеллект, позволяющий автоматически классифицировать по тематикам, по намерениям распознавать сети распространения, значит, понимать тональность высказываний и так далее, и так далее. Это очень удобно. Да, там опять возникает смещение, все эти инструменты неточные и так далее, но мы вообще работаем с обществом, а там все неточные. Ну и еще одно преимущество дополнительное, что вообще говоря, все эти исследования перпендикулярны к традиционной социологии, они не противоположны, а именно перпендикулярны, это другая ось, которая дает объемность картин дополнительную, дополнительные измерения. Ну и теперь пару слов о проблематике собственно этой социологии цифровой. Значит, во-первых, она все-таки имеет дело с аккаунтом и не с людьми. Значит, в традиционной социологии можно опрашивать людей, ну или по крайней мере какие-то голоса на той стороне телефонного звонка. В социальной сети это аккаунты и часто за одним аккаунтом много людей, за у одного человека много аккаунтов, вообще это отношение многие ко многим, а кроме того, часть этих аккаунтов это просто фальшивки, то есть это либо боты автоматические, либо виртуальные бойцы, виртуальные операторы, которые, вообще говоря, не являются людьми, а являются функциями, выполняющими некую задачу. И вот для того, чтобы понимать, что происходит, их как минимум нужно распознавать и отсеять. То есть там создается довольно много возмущений и шума. Этот шум в принципе нужно отсеивать. Но вообще сама эта проблема того, что аккаунт не равен человеку, она довольно серьезная. Дело в том, что для того, чтобы добраться до человека, стоящего за аккаунт, нужны совершенно другие инструменты, а самое главное другой правовой статус. Исследователь не может добраться до человека за аккаунтом, потому что у него нет права на оперативную разыскную деятельность. Поэтому можно только предполагать, строить предположение о том, кто там и что там и реальный ли это человек. Вот. Значит, соответственно, мы имеем вот такое научное сопротивление этого материала. Кроме того, та самая фрагментированность, про которую я говорил, когда каждый человек в своем коконе находится, в своем информационном пузыре, приводит к тому, что их, конечно, можно анализировать на похожесть, можно анализировать как массу, но это создает некие проблемы с тем, что изучать именно коммуникацию или каким-то образом группа людей не всегда возможна из-за того, что каждый человек в этом коконе. То есть социальные сети на самом деле, несмотря на то, что все воспринимают их как инструменты коммуникации, это на самом деле среда разобщения. Впрочем, это же разобщение мы сейчас видим и в обычной жизни, потому что мы живем при капитализме, который раскатывает общество в абсолютно такую однородную массу атомов и даже, я бы сказал, ионов с сорванными электронными оболочками, ну и то, что у каждого из них в руке еще и смартфон, это отчуждение усиливает. Условно говоря, если сейчас не социологу, а обычному человеку зайти в вагон метро или на перрон электрический или в футпорт торгового центра, мы увидим разобщенную толпу. Люди, каждый из которых значит, втыкает в свой экран и практически не общаются друг с другом. Значит, поэтому эта проблема скорее всего и у традиционной психологии тоже есть. Значит, основное, что еще создает трудности для развития цифровой социологии, это отсутствие общей теории. Ну, впрочем, социологическая теория тоже фрагментарна, а уж если там брать психологию, то там просто нет общей теории, значит, там есть набор методов или теории, которые друг другу противоречат. Значит, здесь в цифровой социологии в общем, с моей точки зрения, до сих пор не выработаны термины, единой терминологии, не выработаны общие понятия. И вообще говоря, нам предстоит это сделать, причем доказательно, то есть нам предстоит построить доказательную социологию, так, чтобы под каждым термином или утверждением были не только статистические данные, но и возможность, условно говоря, кликнуть и убедиться. Вот, еще, значит, что затрудняет исследование, во-первых, в, как я сказал, среде социальных сетей, этого виртуального общения, довольно толстый слой собственных явлений, новых, и которые не выплескаются в реальную жизнь. Ну, это тоже отдельный разговор, что там происходит. Вот, во-вторых, поскольку там действует очень много операторов, это среда влияния, есть огромный слой лженауки вокруг этого, мифов, обещаний, которые, в частности, поскольку это среда влияния, политтехнологи дают своему начальству, чтобы заработать деньги. Там бесконечные рассказы про то, что там есть магия и по 50 лайков мы расскажем о человеке больше, чем он знает о себе сам. Про выявление психотипов, вся эта фейковая теория про Big Five, про пять основных признаков. Это все идет от мифа про Казинского и Cambridge аналитики, которые сам по себе являются фейхом довольно успешным. Ну и так далее. То есть в околонаучной среде, в среде инженерной и в среде политехнологической манипулирует огромное количество мифотворцев, которым эти мифы о том, что они умеют делать все в социальных сетях надо продавать. И эти мифы проникают в сознание даже исследователей. Например, исследователи совершенно искренне считают, что существует устойчивая психотипа людей, хотя это не доказано, их можно легко вычислять в социальных сетях. У аккаунтов, психотипа аккаунтов. Или вы могли видеть, например, недавно, на прошлой неделе большой шум по поводу того, что некая структура, с которой мы работаем, внезапно получила большой грант на абсолютно ханский проект, попытка выявления школьных расстрельщиков по школьным сочинениям с помощью автоматического анализа искусственным интеллектом этих школьных сочинений. Это абсолютная предятина. И любой профессиональный клинический психолог, просто психолог, психиатр и педагог скажет, что это абсолютный бред и по школьному сочинению ничего нельзя. Тем не менее, люди получают гигантские деньги и потом, видимо, создадут проблемы учителям и школьным психологам со своими ложными срабатками. Вот. Но, кроме того, надо понимать, что вот пока мы эту среду изучаем, в ней происходят тектонические процессы. А именно, внезапно блокируют какие-то соцсети, внезапно запрещают какой-то контент. Роскомнадзор машет шашки, он вообще делает все правильно и мы ему помогаем, но, тем не менее, это может резко менять ландшафт буквально в течение месяца. Какие-то виды данных могут просто исчезать. В частности, они могут исчезать из-за противодействия платформ. Например, сейчас стало очень трудно анализировать лайки. Тексты, перепосты, комменты, картинки анализировать можно по-прежнему, а вот с лайками огромный труд, потому что изменены протоколы ключевых, самых популярных сетей, так, чтобы никто эти лайки не мог считывать, потому что они пытаются воспрепятствовать этому. Ну и, конечно, главная технологическая и научная проблема здесь – это поправочный коэффициент. Я уже заканчиваю. А именно, как пересчитывать то, что мы увидели в социальных сетях в обычные социологические термины и обычную социологическую теорию, представление о социуме, его стратах и так далее, развитие, и наоборот, как пересчитывать то, что социологи узнали своими привычными методами исследований, в то, что можно увидеть в социальных сетях. Это совершенно непростая задача. Я приведу пример совсем простой. Наши аналитики вот с Крибрами наконец научились за несколько лет строить эти поправочные коэффициенты для того, чтобы выяснить, сколько людей придет на митинг. Вот там собирают людей на митинг, ну, Навальнеры или еще кто-то там, родительские ассоциации. И понятно, что придет на порядке меньше людей, чем заявляют об этом в соцсетях, но сколько? Это зависит и от рекламы, и от сезонности. Есть мороз, нет мороза, дождь, от угроз правоохранителей, что будут всех винтить и так далее. Вот, если этим заниматься долго, то эти поправочные коэффициенты в конце концов вырабатываются и можно угадывать, ну, условно говоря, с точностью до 10%, а ведь митинг это реальный социальный процесс в реальной жизни, а предсказать его можно исследованием социальных сетей. Это вот успешный пример этих поправочных коэффициентов пересчета одного к другому. Ну, я, собственно, закончил, а хочу сказать, что это все задачи будущего, то есть нам предстоит построить эту науку. Я, конечно, за то, чтобы проводить форум и приглашать смешанных специалистов и юристов, и психологов, и так далее, чтобы вместе эту теорию построить. Желаю нам хорошей конференции сегодня. Давайте послушаем докладчиков. Спасибо. Игорь Семенович, я вас пока не отпущу, с вашего позволения, есть вопросы к вам. Хорошо. Буквально два вопроса. Почему платформы и социальные сети так сопротивляются скачиванию с них информации? Это отметить можно одним словом. Желобство. Данные являются большой ценностью. Их можно продавать как рекламщикам, так и политикам. И если ты их накапливаешь много, и чем больше ты их накапливаешь, и чем больше ты накапливаешь данных с разных каналов, то, что пытаются сделать экосистема, тем они ценнее. Мы живем в этом кардинальном правовом разрыве. Допустим, я, условный пользователь, 10 лет писал посты на Фейсбуке, вкладывал жар души, я автор, и там фактически книгу написал. Дальше я плохо высказался о ЛГБТ или неграх, и Фейсбук взял и снес полностью все, что я писал, и все, что, значит, накоплено непосильным трудом. А я, допустим, был настолько доверчив, что не делал бэкапов, не копировал каждый свой текст в ордовский файлик или еще куда-то. Значит, здесь разрыв в том, что я считаю, и наш закон меня поддерживает, что я автор, и мое авторское право наступает в момент создания произведения, а Фейсбук считает, что это его данные, с которыми он может делать что угодно. Ведь на самом деле, если я автор, никто не может удалять или запрещать использовать мои произведения, это могу делать только я, это не материальное авторское право. А Фейсбук считает, что это данные его. И этот разрыв не преодолен. То есть платформы продолжают проявлять это жилобство. Более того, в формате, значит, правового направления программы цифровая экономика уже три года делаются попытки создать два закона. Закон о больших данных и закон о общедоступных персональных данных. Эти попытки неудачны, потому что мощный консорциум крупнейших площадок под названием Ассоциация Больших Данных пытается протащить свой вариант, который значит просто трактует данные пользователей как собственность площадок. На что, соответственно, люди в сполтехе, которые являются от Центра Компетенции по правовому направлению в цифровой экономике не соглашаются, в результате закон так и не появился. До сих пор там идет борьба. Второй вопрос, Артем. Да, Игорь Славович. Значит, второй вопрос. Каким образом реализовано исключение многообразности индивида в социальных сетях при оценке различных мнений и ситуаций? Ну, полагаю, что имеется в виду, вы об этом говорили, что как исключить ситуацию, когда у одного и того же человека несколько аккаунтов, разные субличности и так далее? Ну, эта проблема не решается на 100%. Как ничто не решается, конечно, в социологии, что традиционной, что цифровой. Но есть технологии, позволяющие, например, сводить вместе разные аккаунты одного и того же человека в разных соцсетях. Просто я про это не сказал, что кроме текстов, значит, картинок и так далее, а также привычной лексики у каждого индивида, точнее, у аккаунта, есть свой совершенно уникальный отпечаток друзей, то есть тех людей, которые имеют с ним связь, называется он социальный граф. Вот. И вообще говоря, скрыть это довольно сложно. То есть можно создавать, есть люди, которые реально умеют играть в разведчиках в социальных сетях и регистрируют другие аккаунты с других симок, с левых телефонов, номеров и не френдятся с теми же самыми людьми, но большинство тех, кто хочет оперировать несколькими аккаунтами, все равно соединяются с теми же самыми, комментируют те же самые люди и лексика там совпадает. То есть виртуалов можно объединять. Эта технология, конечно, ей еще предстоит развиваться, она несовершенна, но в принципе такие методы существуют. Илья Александрович, большое вам спасибо. Завершая, так сказать, ваше выступление в некотором роде, передаю вам сообщение, люди пишут, что про форум отличная идея, про форум по цифровой социологии. Спасибо вам большое и и я передаю слово следующему спикеру. Это Крышановская Ольга Викторовна, доктор социологических наук, профессор, директор Центра изучения российской элиты, зав. кафедры социологии и психологии управления Государственного университета управления, главный редактор научного журнала «Цифровая социология». Ольга Викторовна, добрый день, вы с нами? Здравствуйте, коллеги. Добрый день. Спасибо большое, что затеяли такое замечательное мероприятие и я по первому выступлению Игоря Станиславовича уже просто себя почувствовала, что здесь единомышленники и можно говорить свободно с людьми, которые понимают, о чем речь в социологическом сообществе. К сожалению, не всегда такие темы вызывают полное понимание. Я сначала хочу журнал просто показать, конечно, и пригласить всех к сотрудничеству. Журнал называется «Цифровая социология». Он существует два года и уже вошел в список ВАГ, уже полгода как. Так что милости прошу, мы будем рады всем. Так, скажите, пожалуйста, Артем Николаевич, можно демонстрацию экрана включить? Тогда одну секунду, сейчас сделаем. Спасибо. Ольга Викторовна, все, ваш экран видно. Видно, да? Да. Хорошо. Назвала я свое выступление «Элита в сетях». Речь идет о тех людях, которые управляют нашей страной, то есть управящей элите. Это одна из самых труднодоступных групп населения. Для социолога абсолютно она подпадает по то, о чем Игорь Станиславович говорил, что эти люди проваливаются в сетки, и мы никогда в репрезентативных традиционных исследованиях не можем зафиксировать ни самых богатых, ни самых влиятельных и властимущих. Поэтому здесь нужны особые, конечно, методы. Что мы делаем? Мы создаем во всех социальных сетях специальные аккаунты, которые подписываются только на представителей элиты. То есть речь идет о губернаторах, депутатах федерального уровня, регионального уровня, членах правительства, представителя администрации президента. Конечно, понимая всю условность существования этих аккаунтов. Я сначала два слова скажу, просто насколько слабее в России развито участие людей, которые имеют властные полномочия, должности государственные в социальных сетях. Мы попытались сравнить США и сразу видно, что мы просто очень пока отстаем. То есть вопросов тут, конечно, огромное количество. Игорь Станиславович отчасти уже их поставил, эти вопросы. Я еще немножко добавлю. Значит, да, труднодоступная группа. Прийти просто взять интервью у Путина, у Медведева и Сечина и потом посчитать среднюю арифметическую невозможно. Это мы все понимаем. То есть если мы предположим, что взяв и начав наблюдать за аккаунтами этих людей, если они есть, конечно. Мы что-то узнаем, это вопрос открытый. Ясно, что не у всех представителей власти есть такие социальные сети. Мало того, процесс идет в обратную сторону. То есть начиная с 2014 года принимались всякие закрытые распоряжения, инструкции, запрещающие людям, например, в администрации президента иметь такие аккаунты. И эта группа, она в социальных сетях как бы сужается, сужается, сужается. Поэтому вопрос интересный. А можем ли мы ее вообще таким образом изучать? Вторая проблема то, что редко представители элиты сами ведут свои аккаунты. Тут можно просто очень легко наткнуться на то, что какие-то пиар-службы пишут пустые совершенно отчеты, скучные фотографии с заседаний публикуя. И можно сказать, ничего сказать о человеке, о личности, которая стоит за этим аккаунтом, мы как бы и не можем. Мы достаточно хорошо понимаем, когда сами ведут, а когда не сами ведут. Метод простой. Когда публикации появляются, если, например, только в рабочее время и в рабочие часы и не с телефонов, а с других устройств, то это, скорее всего, пиар-служба. Скучный отчет о работе – это основное. У очень многих аккаунтов закрыта возможность оставлять комментарии. Почему? Понятно, почему? Потому что буллинг, хейтеры пишут ужасные вещи, и эти потоки это просто не единичные какие-то вещи, а потоки экскрементов, которые кидает общество в эти посты, оно настолько огромное и так ранит собственно людей, облеченных властью, что они предпочитают закрываться. Вот. И, конечно, тут трудно ожидать какой-то искренности и так далее. И вот при всех этих трудностях вопрос, а есть ли смысл вообще это делать и что мы можем получить. К сожалению, у нас не было таких возможностей, которые создали компания Крибрум и которые просто уникальные дают для социолога и не только социолога возможности изучения то, что Игорь Станиславович сказал, как бы с птичьего полета увидеть весь процесс. Мы в основном делали ручную или какими-то маленькими программками собственного изготовления, но тем не менее мы это делаем поскольку много лет, то какие-то вещи можно уже увидеть. Значит, вот примерно 833 человека, ну как считать establishment, может быть тысячу человек, из них примерно только 69% имеют какие-то аккаунты. значит, кто имеет, кто не имеет. Вот посмотрите, губернаторы это самая открытая группа общества, то есть им просто вменяется в обязанность общаться с народом и на втором месте государственная дума. Дальше это все уже более закрыто и все более-более сокращается, как я уже сказала. теперь посмотрим, в каких социальных сетях элита сидит. Самая любимая для наших политиков сеть это Twitter, до сих пор это остается. Есть, конечно, кто-то в Telegram переполз, кто-то в TikTok, но только связано, скорее всего, с избирательной компанией, там используют как бы юмористическую такую составляющую этих видеоролики и какие-то челленджи, которые они там делают, но это мало. В основном пытались они заходить в ВКонтакт для того, чтобы молодежь каким-то образом на нее воздействовать, понимая, что ВКонтакт в основном молодежная аудитория присутствует, но постепенно это все менялось и Twitter оставался и Twitter до сих пор является таким источником информации. Среднее число подписчиков у одного члена группы. Вот мы видим, что в правительстве больше всего в администрации президента, которой почти нет, но если появляются там люди, это люди, которым вменено в обязанность. Мы это, конечно, понимаем. и также и других органах власти. Например, в Государственной Думе это тоже люди, которые являются говорящими головами, то есть у них функция такая говорить от имени фракции своей или от имени комитета какого-то. Это не всем позволено. И здесь мы можем четко различить людей, которые по должности это делают, от тех, которые вдруг начинают говорить что-то от себя и создают проблему. Например, Наталья Поклонская, которая теперь уже лишилась статуса депутата Государственной Думы. Она была одним из самых успешных депутатов и привлекала очень много внимания из-за того, что она писала что-то такое нестандартное свое от себя. То есть мы в элите вот под таким углом зрения, когда мы делаем анализ, мы выделяем разные группы. То есть мы внутри бюрократии, то есть людей, которые назначаются под должности, выделяем сетевых лидеров. Среди тех, кто выбирается, мы их называем электократией, тоже свои сетевые лидеры. И если мы на них посмотрим, то набор этих людей очень странный, самый популярный человек это Дмитрий Медведев. Ну и что можем спросить разве он самый влиятельный человек и вообще какую роль он играет, не очень понятно. Для того, чтобы делать более глубокий анализ, мы кроме того, что просто анализируем сколько у кого подписчиков, мы придумали такой индекс авторитетности. То есть какое количество элиты, членов элиты, подписываются на этих людей. Понимаете, то есть вот эта песочница. Для этой песочницы Дмитрий Медведев по-прежнему остается очень значимым человеком, на него подписано 70% всех представителей элиты, всего эстеблишмента. Рабузин, Зуганов, Андрей Воробьев, губернатор, это оказывается. То есть тоже, если изучать стандартными методами, картины влиятельных людей совершенно другие. Мы понимаем, что сетевая элита это нечто отдельное от такой оффлайновой элиты или по-настоящему влиятельной элиты. Вот теперь посмотрим на элиту оффлайна. Значит, что мы делали? Мы смотрели людей, у которых были созданы когда-то аккаунты, но они замолчали после определенных инструкций, которые были изданы Кремлем. Они молчат, но они наблюдают. Анализируя их подписки, мы видим, что они активно читают других. Они ничего никогда не пишут. Они молчуны такие. А есть люди, у которых нет аккаунтов и никогда не было. И вот оказывается, что вот эта молчаливая элита наблюдателей это одна история. Если мы оставим список этих людей, которые наблюдают, то среди них очень много будет представителей силовиков, среди депутатов, среди членов правительства и так далее. То есть понятен, их интерес, мы анализируем, на кого они подписаны и за кем они следят. И это тоже отдельная интересная история. А есть те, кто не имеет и никогда не имел аккаунтов. Так вот, оказывается, сейчас это немножко о другом, здесь на этой картинке, я извиняюсь, что она такого плохого качества, я просто вынуждена была скопировать, значит, здесь сделан анализ подписок, кто на кого подписан, да, и созданы графы методом сетевого анализа, и мы растянули как бы всю элиту, включив туда и оппозицию, и эстаблишмент. Ну, у Путина нет и никогда не было аккаунта, но есть президент России, вот здесь он, лидером среди официальных лиц является Дмитрий Медведев. И вот он на одном полюсе оказался, а Алексей Навальный на другом полюсе. И делая такие манипуляции, кто на кого подписан, кто за кем следит и так далее, мы считаем, что можно выделить такие внутри элитные группы по их близости к оппозиции. Это не говорит о том, что они разделяют эти взгляды, это говорит о том, что они возможно готовы к переговорам, они готовы понимать что-то. Вот например, Алексей Кудрин стоит достаточно близко здесь. Эта удаленность и вообще сам метод сетевого анализа он дает тоже уникальные возможности для того, чтобы понимать, как происходит, как создаются внутренние группировки. так, нет, сейчас я назад немножко. Вот здесь я еще не сказала про то, кто такие люди, которых никогда не было аккаунтов. Оказалось, что таким методом, изучая отсутствие информации, можно прийти к интересным выводам. то есть это отсутствующая элита или элита оффлайна, как я ее назвала, это как раз и есть самые влиятельные люди. И просто обратной логикой мы можем построить такую картину. А кто эти люди, кто никогда не имел аккаунтов? И мы попадем в самый центр принятия решений в нашей стране сегодня Совет Безопасности, например. То есть в основном это люди очень близкие президенту Путину, которые участвуют в принятии стратегических решений, и выделить их оказывается можно разными способами, в том числе и таким. Теперь еще по поводу контент-анализа. Это старый классический социологический метод, но теперь с бигдатой мы существенно расширяем его возможности, потому что люди пишут в сетях и мы можем создавать такие категории или смысловые домены, которые говорят о каких-то настроениях. И с помощью этого огромные массивы текстов возможно анализировать. Я мечтаю, у меня нет технической возможности, но если скрибрумом возможно у нас будут какие-то отношения деловые. Сделать следующее, ведь дорогостоящие социологические исследования по сути почти не нужны. Почему? Потому что люди, которые активны, они высказываются через несколько минут после прямой линии президента или после принятия чего-нибудь, какого-то решения, они в сетях постоянно это говорят, обсуждают. И если сделать такую коллегию выборщиков в России, то есть по всем регионам, по правилам создания репрезентативных выборок или квотных выборок, мы можем брать разные категории людей и их представительство делать, и вот эта такая коллегия выборщиков России, она позволит буквально в течение минут или часов замерять настроение общества или реакцию их на действия политических властей, на какие-то политические решения. Я считаю, что здесь огромное будущее за этими исследованиями. Да, мы в самом начале, да, у нас нет общей теории, которые абсолютно просто необходимы. Мы не можем сейчас использовать термины, старые социологические термины к тому, что мы делаем. Непонятно, где тут репрезентативность в наших исследованиях. Доказательность имеет другой характер. Она есть, но нужна терминология понятийный аппарат свой собственный. Мы постоянно придумываем какие-то новые вещи, которые мы можем анализировать. И необходимо вводить это в научный оборот и развивать. я еще раз повторюсь, что я очень рада, что здесь собрались коллеги, которые занимаются этими вещами. И всех приглашаю на странице нашего журнала цифровая социология, чтобы мы это обсуждали, спорили, возможно, об этом и продвигали это интересное направление науки, новые отрасли науки. Спасибо. Ольга Викторовна, большое спасибо. Есть вопрос. Вы сказали, что какая камера выключилась. Вы сказали, что наличие нашего истеблишмента и в США в соцсетях отличаются. Вот скажите, справедливо ли для социальной действительности США, что те, кто у них в соцсетях не представлен, тоже являются наиболее влиятельными? Вот как вы сказали, что в общем это похоже в России? Такая же ли там ситуация? Ну, это смелый вопрос. Я думаю, что в некоторой части есть похожие вещи, что касается спецслужб и каких-то закрытых подразделений, но в целом все-таки все иначе, потому что у нас больше секретности, больше регламентированности, больше запретов, там все-таки открытое общество и каждый сенатор может высказывать свое мнение, отличное даже от своей партии или вообще от всех остальных и так далее. То есть там больше открытость, чем Россия сейчас. Мы должны все время расшифровывать из опов язык, мы должны все время быть такими детективами, которые придумывают или ищейками, которые находят какие-то косвенные признаки для того, чтобы судить о чем-то. Так, еще несколько вопросов. У нас тайминг позволяет, поэтому постараюсь разручить все. Игорь Стариславович спрашивает, что там, где вы писали про оффлайновую элиту, не очень понятно было, что за числа по оси ординат. Игорь Стариславович спрашивает, можно ли получить презентацию. Очень интересно. Да, конечно, спасибо. Так, и тогда следующий вопрос, я думаю, что с Игорем Стариславовичем можно будет и в чате поговорить, и отдельно. Следующий вопрос, каким образом организован процесс отличия лиц, выражающих общественное мнение, от лиц его формирующих в социальных сетях? Ну, я этим не занимаюсь, это скорее для тех, кто занимается СМИ или экспертами, которые формируют общественное мнение, потому что элита, надо сказать, я имею в виду establishment именно, она этим совсем не занимается, или почти совсем не занимается. Ясно, что есть какой-то пул пропагандистов власти, который этим занимается, и пропагандистов не власти, а оппозиционеров, таких лидеров общественного мнения, которые тоже первыми высказывают какую-то позицию, и остальные все повторяют, повторяют, повторяют. Ну, это просто отдельное исследование, серьезное. Ольга Викторовна, спасибо вам огромное за доклад, вот, чрезвычайно интересно, спасибо большое, будем продолжать работу. За внимание, презентацию пришлю. Спасибо. Уважаемые коллеги, я еще раз хочу напомнить по таймингу, у нас 15 минут на доклад, и где-то около 5 минут на вопросы. Вопросы можно писать в чат, и лучше это делать, я их озвучу. Двигаемся дальше. Хочу представить Артамонова Алексея Анатольевича, кандидата технических наук, исполняющего обязанности заведующего кафедры анализ конкурентных систем Национального исследовательского ядерного университета МИФИ с докладом агентные технологии анализа социальных сетей. Алексей Анатольевич, здравствуйте, вы с нами. Здравствуйте, да, добрый день. Вам слово. Хорошо, спасибо. демонстрацию экрана тут все работает уже хорошо, отлично. Должна быть, да. Так, запустилось? Да, видно. Но у вас пока просто окно, может быть, имеет смысл запустить показ слайдов. Так лучше? Нет, пока просто теперь просто рабочий стол. Что тут у нас? Александр Анатольевич, если позволите, вот, да, теперь, ну, теперь у вас режим докладчика видно, но это, наверное, пока один из самых приемлемых вариантов. У вас видно основной слайд и следующий за ним. Все, теперь полноценная презентация. Все, отлично, разобрались с мониторами. Добрый день, уважаемые коллеги. Вот, очень рад сегодня выступать перед вами, спасибо за приглашение. Вот, ну, я хотел бы начать чуть-чуть, может быть, даже издалека о том вообще, кто мы и что мы, да, чтобы было понятно, почему мы этим занимаемся. Вот, я представляю в первую очередь Институт международных отношений и ЯУМИФИ, вот, кафедру анализ инкурентной системы. Вот, мы готовим специалистов в области международного и технологического и торгово-промышленного сотрудничества. Вот, то есть у нас одна задача была, когда нас, собственно, создавали в 90-х годах, это подготовка специалистов, которые бы обладали не только базовыми знаниями в области международных отношений, но и определенной подготовка в информационных технологиях, естественно, научная подготовка, физика, химия, чтобы специалисты могли разбираться в научно-технологических аспектах. Вот, и одна из наших кафедр в институте, кафедра анализов определенных систем, которые я возглавляю, она занимается, собственно, и решением задач сбора, обработки, визуализации информации из различных источников, анализа этих источников, анализа этой информации, которая у нас есть. И традиционно мы начинали с научно-технической информации. Вот, после этого, как бы уже, когда у нас произошло определенное смещение, распространение информации, появление ее в социальной сети, мы, собственно, добавили еще один источник, это социальная сеть. то есть, если говорить о нас, то есть, мы анализируем и стараемся собирать информацию из различных информационных источников, как открытого, так и ограниченного типа, или с ограниченным доступом. Нашими целевыми объектами могут быть любые в целом объекты нашего искусственного мира, живого мира, организации, персоны, технологии, события. Вот, и дальше, собственно, у нас есть лаборатория ситуационного экспресс-анализа, которая и занимается разработкой определенных программных средств по обработке той информации, которая есть по выделению фотографий, по эзереферированию, составлению специализированных обознаний и так далее и тому подобное. То есть, вот наш бэкграунд, с которым мы обладаем, с которым мы, собственно, работаем. Свой сегодняшний доклад я бы хотел разделить на две такие сутевые части, которые мне показались наиболее отражают той конференции, на которой меня пригласили. Первое – это идентификация и анализ сложных объектов в социальных сетях, а второе – это исследование способов распространения информации. Что хотелось бы… Я буду рассказывать на определенных кейсах, которые мы решали, но не буду углубляться именно в контент. Тот, который был использован, а постараюсь на более высоковыровневых моделях рассказать, как у нас это все происходило. Одна из задач в идентификации при работе с социальными сетями состоит в том, что нам нужно найти определенные объекты, персон по требованию заказчика. Как это сделать? Когда мы имеем в целом неограниченное количество пользователей фактически, правильно было сказано предыдущими докладчиками о том, что у них может быть огромное количество аккаунтов, и нам тяжело их будет связать между собой. То есть, опять же, возвращаясь к понятиям информационного поиска, полнота и точность у нас здесь играет вообще в непонятных размерах, и как ее оценивать здесь до конца непонятно, потому что, опять же, у нас выборка не конечная. Но задача поставлена, пользователь нам необходимо находить, надо было ее как-то решать, в том числе мы решали задачи по поиску определенных деструктивных подростков, назовем это так. Мы долго не знали, как поступиться к этой задаче, потому что, опять же, организация сбора из сети это задача сложная, задача тяжело решаемая, и здесь мы приходим именно к применению агентной технологии решения сбора, потому что, ну, все мы знаем, что часть информации мы можем получать через API-интерфейс ВКонтакте, а часть информации мы через него получать не можем. Поэтому приходится, собственно, эту информацию собирать другими способами, сканировать ее, размечать, трансформировать и так далее и тому подобное для, собственно, анализа тех данных, которые у нас есть. Ну, вот, один из наших методов был это построение определенной статистической модели персон. В чем он заключался? Он заключался в том, что для нашей задачи мы нашли определенную выборку объектов, которые нам, собственно, подходят. Но она состояла из 100 аккаунтов, но там, можно говорить, что 100 аккаунтов для обучения модели это крайне мало, но иногда 100 аккаунтов это крайне много. Поэтому мы выбрали и постарались проанализировать всю ту информацию, которую люди о себе писали в своей анкете. Когда мы проводили данный анализ, было выявлено, что в целом, исходя из текстовых полей, которые персоны, наши объекты о себе заявляют, там очень мало информации. То есть, если мы посмотрим на визуализацию таблицей Excel, которая здесь есть, то красные поля это там, где информации нет. То есть, мы работаем с такой очень нечеткой информацией, вот, недостоверной информацией, и на основании всей этой информации мы должны еще попытаться построить какие-то свои данные, выводы, предположения и так далее и тому подобное. Разобрав 100 объектов, мы как бы поняли, что у нас сформировался определенный тезаурус, с которым мы можем обрабатывать те текстовые сообщения, те текстовые поля, которые о себе задают объекты. Естественно, нам этого показалось мало, потому что информации недостаточно, очень много красных полей. Ну, вот, например, в том тебе кейси, которые мы рассматривали, у нас наш тезаурус больше всего относился к имени, фамилии человека, потому что там иногда встречались специализированные символы к языку, к месту работы и отношениям, собственно, братья, селезостры, и так далее. Потому что была такая выборка. Дальше проводилось уже, собственно, ранжирование этих критериев, исходя из, ну, вообще, фактически мнения аналитиков, которые работали с этой системой, работали социальными сетями, потому что специалистов, которые у нас вот именно настроены на работу с таким, с такой информацией пока что крайне мало, и фактически эта вся отрасль у нас сейчас, я бы сказал, что только формируется. Опять же, я могу быть немного неправ, потому что смотрю на многие задачи со стороны технического специалиста. Ну, это мое мнение такое. Вот. После этого мы пришли к тому, что вот у нас есть статическая информация, текстовая, но, как это, пользователи о себе публикуют другую информацию, которую мы можем анализировать, мы можем как-то с ней работать и так далее. Это аудиоинформация, видеоинформация и фотография. Что было интересно? Мы поняли, что в наш выбор очень хорошо ложится то, что люди слушают. Вот. Здесь мы пошли способом сравнения определенных выборок. У нас была наша целевая выборка, обучаемая, точнее, выборка из 100 аккаунтов. Мы посмотрели ту музыку, которую слушают они. И посмотрели просто 100 аккаунтов, которые мы точно знаем, что не подходят нашу целевую группу, и посмотрели, какую музыку слушают они. это было нужно нам для того, чтобы, собственно, сделать определенное вычитание данной музыки, потому что то, что слушают все, это такая популярная музыка, которую нам нужно было убрать. И когда мы, собственно, вычитание определенное сделали, мы получили определенную музыку, композиции, слушая которых, мы можем, если они попадаются у наших целевых объектов, мы можем говорить, что они относятся к нашей целевой группе или не относятся к нашей целевой группе. Вот у нас там по данному кейсу получилось порядка 184 композиции. Это тоже стало одним из критериев. То есть наша попытка была в том, что когда мы ищем какие-то целевые объекты в сети, разработать наибольшее количество методов и построить такую статистическую модель, чтобы относить этого человека к целевой или нецелевой группе на основании вот этих количественных характеристик. Что касается фотографий, тут была интересная задумка в том, что вот мы выявили, что наши целевые объекты очень часто любят лет в лице. Посмотрели, есть уже доступные на рынке алгоритмы, которые распознают лица на объект, и тоже это стало одним из критериев для формирования такой уже большой группы критериев для обработки данных. Ну, кроме лиц, тут может быть, например, и поиск определенных знаков той или иной направленности. То есть вот, например, справа здесь представлен флаг погони в Беларуси. Это прекрасно свойственные определенные категории лиц, которые выступают против власти Беларуси. Вот. Ну, собственно, по итогам мы выявили то, что мы могли по нашим целевым объектам создавить такие несколько статистических портретов, уже количественных, и соотносить их с группами. Причем мы могли к одному объекту применять этих моделей несколько. То есть, с одной стороны, мы могли применить вообще общую целевую модель, которая у нас относилась к области наших интересов. С другой стороны, на основе того, что у нас человеку указано школа и возраст, мы могли понимать, например, школьник или нет. Что интересно, также мы смогли построить определенную статистическую модель, которую я могла определять роботов в сети. В данном случае мы говорим конкретно о сети в контакте. То есть, все мы знаем, что есть определенные ограничения по количеству групп, в которые могут входить люди в сети. Вот если у человека там условно 5000 групп и там огромное количество друзей тоже в районе того же, и он подписан еще на какие-то паблики, то, скорее всего, это тот человек нереальный, который просто следит за этой информацией и скачивает ленту для своих нужд. Такого на самом деле в сети крайне много, и это очень можно выявить. Если мы посмотрим на визуализацию в данном случае по связям между объектами, то мы можем увидеть, что на данном экране представлены несколько типов объектов. Вчебное заведение, профили, место работы и, собственно, родственники. Вот эти вот желтые скопления, фактически, это те аккаунты, которые являются ботами в социальных сетях, потому что они подписаны на огромное количество собственных... Вот тут в данном случае мест работы, но не может человек там проработать порядка 200 организаций. Это фактически нереально. То есть я бы мог просто следить за этой информацией для своих целей, для последующего его анализа. В данном случае здесь приведем пример из Facebook. Вот. Это то, что касается анализа соцсетей. То есть мы можем их анализировать по-разному. То есть не надо как бы там... К сожалению, мы уходим немного от анализа текста, потому что люди пишут про себя меньше. Нам приходится приходить к анализу видеоряд. У нас появился TikTok, все снимают маленькие короткие видео, нам приходится учиться их обрабатывать, выявлять эту информацию, распознавать текст и уже дальше проводить ее анализ. Это сложные технические задачи, потому что мы сталкивались с огромным количеством пользователей, с огромным количеством информации, которая здесь присутствует. Я плавно перехожу по второй части своего доклада. Это исследование способов распространения информации. Мне кажется, это важно, потому что в социальных сетях информация распространяется немного по-другому. Например, мы там поговорили, и она пошла как-то в реальном мире. Здесь мы можем увидеть, что определенное распространение информации может быть управляемым. Когда мы проводили анализ русскоязычного сегмента и англоязычного сегмента в части фейковой информации. Один из примеров – это то, что у нас вышки 5G влияют на коронавирусную инфекцию. Если мы посмотрим на граф по русскоязычному сегменту интернет, то мы можем увидеть, что черные линии – это на самом деле те слова, те сообщения, в которых присутствует опровержение информации о том, что 5G влияет. А зеленые – это просто нейтрально. То есть мы можем говорить о том, что в российском сегменте интернета в целом сразу же, когда встретился слух фейк про 5G, он сразу же пошел на отрицание. И как бы правительственные и неправительственные СМИ не нагнетали остановку, связанную с данной технологией. А если мы посмотрим, например, на распространение информации по гидроксифоракину в англоязычном сегменте интернета, вот тут приведены два графа, как он изменялся – один в феврале 2020 года, другой – в августе 2020 года, то мы можем увидеть, что у нас есть определенные бенефициары, связанные с этим. То есть у нас есть организация New York Times, средства массовой информации, которая на протяжении всего этого периода крайне активно поддерживала эту тематику. И, собственно, вся распространение информации шло с нее, и уже протягивались разные сателиты. А New York Times у нас является, собственно, принадлежит крупнейшей инвестиционной группе, которая же принадлежит организации выпуска гидроксифоракина на американском рынке. Опять же, данные методы могут быть использованы в социальных сетях, когда мы говорим о некоторых объектах, которые несут и распространяют информацию среди пользователей, среди аккаунтов. И, опять же, эта информация может носить как позитивный опыт, так и негативный, так и вводить определенный деструктивный. К сожалению, такие методы необходимо… Они сейчас мало изучены, их необходимо разрабатывать, потому что многие структуры у нас работают, в том числе, чтобы выявлять данные направления распространения ручками, а надо необходимо нам вместе, вместе с вами, потому что вы обладаете определенными компетенциями в этой области, строить уже соответствующие модели, чтобы мы могли на первых порах на появлении только данные вектор распространения выявлять и, собственно, как-то воздействовать на это. На этом я бы хотел закончить свой доклад. По-моему, есть вопросы. Да, Александр Анатольевич, вопросы есть. Вопросы от Игоря Санислава Чашманова. Вы упомянули про АПИ ВКонтакте. Игорь Санислав очень интересуется. Вы занимаетесь изучением только ВКонтакте или с другими соцсетями работаете тоже? Но вот вы в докладе говорили про Фейсбук, очевидно, что и о других социальных сетях тоже речь идет. И в Фейсбук, и LinkedIn, и ВКонтакте. Ну и второй вопрос, тоже в некотором смысле, я так понимаю, на него ответили, потому что он про работают ли вы только с анкетными данными, или речь идет про тексты пользователей тоже? Я так понимаю, что на него вы тоже ответили. Да, конечно, тексты пользователей мы тоже работаем, но вот мое мнение, что у нас переходит вот такой вот переход именно к контенту видео, фото, который необходимо нам научиться обрабатывать для своих целей. Александр Анатольевич, вопрос от меня. Вот у вас на одном из графов было представлено 9 числа про музыку. Там была депрессивная музыка и агрессивно-депрессивная музыка. Ну, категория пользователей, которую вы анализировали по некоторым принципам, мне знакома. Подскажите, пожалуйста, как определялась, как тайная музыка относилась к категории депрессивной и агрессивно-депрессивной? Это был 2018 год. Я уже точно сейчас не помню, как мы это относили. Но это не автоматически была классификация. То есть здесь была ручная классификация на тот момент. Потому что, как вы понимаете, очень чувствительные данные, очень чувствительные люди, категория людей, то приходилось всю эту музыку аналитикам просто сидеть и обслушивать. А это тоже бьет по психике, если честно. Да, я знаю, я поэтому и спросил. Категория просто очень действительно похожа на то, что тогда присутствовала в музыкальных интересах. Большое спасибо. Вопросов пока, во всяком случае, больше нет. Будем идти дальше. Спасибо. Спасибо большое. Всего доброго. Теперь хочу представить Харитонову Юлию Сергеевну, доктора юридических наук, профессора, профессора кафедры предпринимательского права юридического факультета МГУ с докладом «Человек в социальной сети и бизнес. Кому принадлежат данные». Юлия Сергеевна, добрый день. Вы с нами? Спасибо. Да-да, я здесь. Спасибо. Я сейчас только проверю демонстрацию экрана и начну свое выступление. Так, одну секунду. Уважаемые коллеги, прежде всего я хочу поблагодарить наших организаторов за такую возможность участвовать здесь и сейчас в этой очень-очень актуальной дискуссии. Я поняла из докладов предыдущих, что это развивающееся направление в социологии и абсолютно готова поддерживать идею о проведении форума, потому что на самом деле, так же, как и для нас, для вас, для нас, для юристов, эта тема достаточно новая. Она активно обсуждается. У нас есть ряд кейсов, которые пока находятся достаточно в консервативной такой стадии. И, готовясь к сегодняшней встрече, я на самом деле подумала, что мы могли бы идти от тех глобальных вопросов, которые у юристов возникают. Я уже на этой стадии почерпнула для себя достаточно много новых вещей, которые касаются цифровой социологии. Думаю, что у меня будет возможность и дальше свои знания углубить в этой сфере. Но при этом я, как уже сказала, когда шла на эту встречу, я подумала, что нам с вами, наверное, нет необходимости прямо сегодня обсуждать именно детали, то есть нормы, правила, которые уже существуют. Часть из них были сегодня уже как-то упомянуты. Вы с этим тоже иногда в своей работе наверняка сталкиваетесь. Я бы глобально хотела осветить вот этот момент, что вообще в юриспруденции происходит, как мы к этому относимся. Прежде всего, хочу обратить внимание, что большие данные, а, естественно, для нас речь идет именно об этом, это не только то, что обсуждают все, это не только та информация, которая нас на самом деле окружает, это не только миллионы транзакций, которые происходят в сети интернет, с точки зрения нашего национального проекта «Цифровая экономика», это еще и сквозная цифровая технология. И здесь для юристов возникает прямо иногда действительно большой вопрос, потому что, с одной стороны, вот те наборы данных, которые размечены, которые в сети используются, которые используются социологами, бизнесменами для принятия решений, они вроде бы как становятся объектами таких отношений обмена, будем говорить так, поскольку юридически мы не можем сказать, что большие данные можно продать. А, с другой стороны, вот такой подход, который нашел свое отражение в национальном проекте, позволяет говорить о том, что это всего лишь технология. Технология, которая позволяет собрать данные, проанализировать, выдать какой-то результат. И некоторые коллеги уже сейчас пытаются доказать, что на самом деле, с точки зрения права, мы в оборот вводим результат этих исследований, и с этим результатом и работаем. На этом результате анализа обработки данных мы строим свои дальнейшие решения, мы говорим об обобщении, мы говорим о тех выводах, которые сегодня демонстрировали мои коллеги, потому что данные были обработаны, и они представлены в каком-то авторском, аналитическом материале. Но, тем не менее, сам список цифровых технологий, которые в нашем проекте названы, он не является исчерпывающим, в общем, просто он так вот назван в этом проекте, говорит о том, что вообще-то без больших данных у нас точно не взлетит искусственный интеллект, у нас не получится ничего с робототехникой, наверное, и промышленный интеллект, интернет нужно назвать. То есть получается, что законодатель составил такой список, но он явно является неокончательным. Вторая предпосылка, о которой мне хочется сказать, и тоже ссылаясь на разные документы декларативного характера, но фактически они же на уровне приказов существуют, или на уровне нормативных актов закреплены, то есть они имеют юридическую силу, применяются, имеют юридические последствия. Так вот, у нас есть такая, значит, цифровая повестка, берем близко, да, ЕАЭС, и видим, что цифровая трансформация там прям выставлена как стратегическая цель. Это значит, что существуют дорожные карты, что мы будем идти к решению этих вопросов, будет выделяться финансирование. Соответственно, вопрос не праздный, что происходит с данным. На юридическом поле, так сказать, происходят большие дискуссии относительно того, что есть информация. Не вдаваясь в детали, поскольку спор действительно очень давний, он возник задолго до того, как мы начали обсуждать термин цифровая экономика, существует представление, что информация сама по себе товаром не может быть названа. И вроде бы как, все, что связано с информационным обменом, должно укладываться в отношения по оказанию услуг. И, соответственно, если какая-то компания, например, какой-то бизнес, берется за сбор информации, ее обобщение, то он оказывает информационные услуги своему захватчику. Я тут, видите, больше тяготию к ситуации с бизнес-моделями, поскольку это, естественно, больше интересует меня, как представитель кафедры предпринимательского права. Ну и на самом деле, в общем-то, это те вопросы, которые могут быть обсуждены без принятия каких-то политических решений самого высокого уровня. Так вот, получается, что сегодня, вроде бы как, пытаясь урегулировать эти отношения, наши юристы говорят, давайте пойдем по самому простому пути, и то, что у нас уже есть в законе, применим к этим новым отношениям. Но, как вы можете видеть по кейсу ВКонтакте, невозможно его не упомянуть, ВКонтакте и ООДАБЛ, не получается у нас оказывать услуги, просто предоставляя какую-то информацию. Особенно, если там подключаются технологии, обработки, анализы, специальные алгоритмы, которые разрабатываются. Эти алгоритмы создаются при участии зачастую инвесторов. И все эти отношения, ну, они требуют более детального погружения со стороны юристов во всю эту историю. Таким образом, в общем-то, сейчас многие юристы говорят о том, что большие данные и просто данные сами по себе. Мы не можем использовать термин информация, потому что есть в законе, что такое информация, закон об информации это предусматривает. Но, в принципе, большие данные, когда и если мы не имеем другого термина, соответственно, обладают признаками оборотоспособности. То есть формально то, что размечается, то, что индексируется, то, что существует в цифровой среде, вполне себе можно обозначить. И это будет какой-то объект, который мы передаем сам по себе. Вне зависимости от того, как можно в связи с этим оказывать какие-то услуги. Ну и нельзя не упомянуть, что такие отношения носят экстерриториальный характер. С одной стороны, мы понимаем, что российская юрисдикция требует, чтобы данные хранились в определенных местах, на определенных серверах и так далее. Но, с другой стороны, положа ровно кунасерцу, мы же понимаем, что даже те примеры, которые сегодня вводились, они касались часто с иностранного элемента. Можно так сказать. Так что здесь, мне кажется, для России глобально выводом будет следующее. Мы не можем уходить в какую-то собственную историю абсолютно, потому что мы просто не справимся с этим регулированием, оно не будет эффективным, в конце концов. Вы понимаете, что все те ограничения, которые сегодня есть по зонам в интернете и так далее, они далеко не всегда срабатывают. И самый простой пример – попытки российского законодателя урегулировать отношения по поводу криптовалюты и токенов. Вообще пока нет никаких положительных оценок того закона, который был принят. Соответственно, это не значит, что криптовалюты нет или что российские бизнесы или российские физические лица не участвуют в этих отношениях. Так что на самом деле, когда мы даже толкованием занимаемся тех норм, которые есть, необходимо учитывать, что мы здесь не одни, и надо иметь в виду, что происходит в соседних юрисдинцах. Законы персональных данных вводят понятие, что такое персональные данные. И с лета появились у нас так называемые общедоступные данные. Я абсолютно согласна с сегодняшним комментарием насчет того, что у нас пока история про общедоступные данные тоже не заработала. Значит, возвращаясь к первому пункту – персональные данные – это любая личная информация согласно закону. То есть все, с чем мы сталкиваемся в социальных сетях, есть личная информация, на которую распространяется правовой режим персональных данных. А он требует от оператора, соответственно, выполнять определенные процедуры, не распространять эти данные и так далее и тому подобное. Я думаю, что для большинства участников общества, для большинства субъектов не секрет, что, в общем-то, многие люди, когда они какую-то информацию выкладывают в социальных сетях, неважно, в каких – ВКонтакте или в Фейсбуке или в Инстаграме, в Твиттере, они эту информацию, по сути, опубличивают о себе. И, конечно, с помощью разного рода методов можно делать какие-то выводы о том, что этот человек собой представляет. Например, у нас были кейсы, когда компании приходили и говорили, что по страничке в социальной сети мы можем оценить, вернет ли данное лицо кредит и вообще, насколько оно склонно, например, осуществить займ в микрофинансовой организации. Конечно, я не берется оценивать их методику, но факт остается фактом. Люди сами предоставляют эту информацию, они ее предоставляют не в социальной сети, как оператору в сети. Они думают, что у них, может быть, и заблуждение относительно друзей здесь существует, но они хотят эту информацию представить кому-то. Они формируют свой имидж таким образом. И мы, юристы, тоже не можем это не учитывать. Причем, обращу внимание, что в зарубежных правопорядках есть понимание, что информация может быть с персональными данными, и это наиболее строго охраняемый объект, а может быть личная информация. Она чувствительна для личности, но при этом может не подпадать под режим персональных данных. И здесь, вы видите, сделан акцент на защиту именно субъекта, который находится в центре данных. Пока у нас не было кейсов, чтобы прям вот очень возмущались, работая с их данными, юридические лица или бизнес. И непонятно, это может быть очень латентная история, может быть просто не дошли руки у каких-то субъектов, таких более заинтересованных в своем авторитете на рынке, до таких историй. Физиков мы видим постоянно. Физические лица могут страдать от того, что их информация становится доступной кому. Хотя вот наши опросы, может быть, и недостаточно репрезентативные, но показывают, что большинство физических лиц, независимо от возраста, настолько часто дают согласие на обработку персональных данных, что не только не следят за тем, в каких целях они вообще разрешили использовать эти данные, но и стали уже поэтому максимально равнодушны. Да, я не говорю, что абсолютно все, но во всяком случае такие данные тоже присутствовали в одном из исследований. Значит, общедоступные данные отличаются от персональных по сути тем, что любое лицо должно быть осведомлено о том, для чего эти данные будут использоваться, но тот же самый режим есть и при персональных данных, и они могут отозвать свое согласие на обработку этих данных. Ну, не знаю, на самом деле, какой опыт у уважаемых коллег есть на этот счет. На мой взгляд, система отзыва согласия на обработку персональных данных, не являющаяся, строго говоря, российским изобретением, работает очень слабо. Если мы видим, что регулярно появляются сообщения об утечках данных, и вот последний, да, Facebook опровергает, что данные куда-то утепли, мы еще этого не можем как бы проверить, по существу говорят о том, что уж отзыв-то наш всегда можно преодолеть. Опять же, технологически, хотя юридически, разумеется, такое право должно быть предоставлено любому субъекту. Ну, опять же, мне кажется, что норма будет адекватна, если мы будем учитывать, что не все исполнимо из того, что даже законодатель хотел бы закрепить в качестве действующего правила, действующей нормы закон. На всем этом фоне мы должны отметить, что происходит изменение экономических процессов. Действительно, было сказано о том, что возникают экосистемы, платформы, цифровые платформы, по-другому их еще называют законно-информационные системы. Юридически, может быть, точно говорить о том, что это разные виды, но суть процесса одна и та же. Происходит платформизация экономики. Если ты не зарегистрирован на госуслугах, ты не получаешь доступ к государственным услугам. Если ты не состоишь в соцсети, элементарно, школьник не может получить домашнее задание, потому что весь класс уже подключен к ВКонтакте, и там учитель просто оперативно, удобно для себя выкладывает домашнее задание. Я не говорю, что это показатель абсолютный, но мы с вами видим, что на самом деле это специальная бизнес-модель. Я веду опять же к тому, что социальные сети, как такие глобальные медиа-платформы очень часто пытаются нам сказать, что они аккумулируют эти данные для того, чтобы использовать самостоятельно. Да, это действительно бизнес-модель. Но изначально строится она на том, что оператор платформы получает информацию от этих участников комьюнити. И, соответственно, вот этот вопрос, кому принадлежат данные, он не настолько праздный, но и нет легко на него дать ответ с точки зрения юридической. С одной стороны, у физического лица есть абсолютное право на неприкосновенность частной жизни. С другой стороны, он же сам заключает лицензионное соглашение с социальными сетями, и поэтому в соглашении его информация, фото, видео выкладывается в доступ. Да, мы говорим, там есть ограничительные алгоритмы, которые не позволяют, собственно, выйти за пределы какого-то пузыря информационного. Но, тем не менее, цель-то того, кто подключается к социальной сети, как раз поделиться информацией о себе. Информацией о том, где я был, может быть, с кем контактировал. Но, прежде всего, вот такой личной, персональной информацией, которая должна стать доступной для всех. После этого оператор платформы, естественно, управляя некой структурой самой социальной сети, пытается сообщить всем, что вся эта информация, все это видение, которое каждая персона про себя вкладывает, обществу, комьюнити своему, принадлежит этой компании. Я уже обратила ваше внимание, что история носит транснациональный характер. И по существу нужно понимать, что вот эти большие платформенные решения, они не только связаны со СМИ, с social media, не только с ними, но по существу уже во всем мире какое движение начато. У нас есть понятие «большие технологические компании». Опять же, ни для кого не секрет, что это все идет из Америки первоначально, но не только. Потому что здесь я взаимодействую с нашими коллегами из Европы, даже привожу вам примеры. Это и «Симмонс», это и «БМВ», это и другие концерны в Италии, во Франции. Они собирают данные, они собирают их не только, не столько как социальные сети. Они с этим работают, потому что у них есть испытания автомобилей. Например, наш «Яндекс» ведь не только поисковик, он еще и беспилотники испытывают. Вот все компании, которые имеют возможность аккумулировать большие данные, в том числе со спутников, соответственно, сегодня получили такое общее название «Биттик комплекс». Соответственно, что происходит во всех государствах, они нам говорят, наши законодатели, наши партнеры. Слушайте, ведь данные, которые собираются, не принадлежат только этим компаниям. Я не могу совсем уж далеко уйти от этого кейса про ВКонтакте и Дабл по одной простой причине. Вопрос возник, и сейчас на очередной круг вышло рассмотрение этого дела, относительно того, каковы усилия, каковы усилия, собственно, социальной сети по обработке данных, которые загружают туда соответствующий субъект данных, персона, пользователь. И можно ли сказать, что каким-либо образом нарушаются права, соответственно, большой технологической компании, цифровой платформы, социальной сети, когда кто-то получает доступ к этим данным и начинает с ними работать для своих целей, обобщать, анализировать, делать какие-то выводы. Соответственно, этот спор длится уже 5 лет в Российской Федерации. И все упирается в то, что многие суды готовы признавать, что данная социальная сеть есть база данных. База данных, которая является объектом смежных прав. О чем идет речь? Вот если у нас оригинальная база данных, которую мы сами сложили, и она позволяет нам извлекать контент, объекты по определенной методике, которую придумали мы сами, то у нас есть творческая база данных, и мы с этим работаем. База данных, которая носит организационный характер, поэтому связана со смежными правами, она касается возможностей, которые поддерживаются государством и которые становятся объектами исключительных прав, именно потому, что были совершены большие усилия финансового и организационного характера. Получается, что если, ну в гражданском кодексе так и написано, если у тебя в базе данных более 10 тысяч записей, которые можно извлечь при помощи твоего алгоритма, то это организационная или по-другому объект смежных прав, база данных, которая защищается. Таким образом, мы твои инвестиции, говорит нам закон, защищаем для того, чтобы твоя база данных приносила тебе какой-то доход. Если есть исключительное право, это объект интеллектуальной собственности, это база данных, и мы можем получать какой-то доход. Но тут проблема нашего законодательства, может быть, даже не законодательства, право применителя, заключается в том, что мы подходим вот к этому вопросу через призму именно, с одной стороны, защиты прав субъекта, гражданина, у которого мы должны обвекать, защищать. А с другой стороны, база данных – это объект интеллектуальной собственности, и мы тоже стоим на защите соответствующих отношений, и мы не допускаем пиратства и нарушения, связанного с нарушением исключительных прав. Я хочу обратить внимание коллег на то, что происходит сейчас во многих государствах. Вот с позиции больших технологических компаний, которые что делают? Собирая свои данные, они оказываются доминантами на рынке. А это уже вопрос третьего круга, третьего порядка. Это вопрос, связанный с тем, что они являются доминирующими. Доминирование – это закон защиты конкуренции. И доминирование у нас рассматривается Федеральной антименопольной службой. И во всем мире все органы, которые связаны с контролем за добросовестностью конкуренции, говорят, если ты злоупотребляешь своим доминирующим положением, то ты нарушаешь законодательство о конкуренции. Это административные штрафы, это не связано с нарушением интеллектуальной собственности, но, конечно, речь идет о том, что баланс должен быть соблюден. Таким образом, возвращаясь к той идее, которая сейчас активно рассматривается, которая поддерживается многими коллегами, о чем идет речь, о чем сейчас самое интересное, что мы можем видеть на разных континентах происходит в этой сфере. Привожу пример. Европейское сообщество выпускает директиву, где говорится о single margin for data. Речь идет о том, что мы не только защищаем данные и персоны, мы говорим, что нам необходимо в контексте Европы объединить цифровые рынки разных государств. И заметьте, не только для того, чтобы с гражданами облегчить взаимодействие и как-то легализовать передачу информации о них, тут больше, опять же, мы возвращаемся в публичную промо-сферу, но и повысить конкурентоспособность бизнеса. Data for all. Мы говорим о том, что если ты большая компания, ты можешь иметь доступ к спутникам, к данным с улиц, к данным персональным, ну, в контексте российского законодательства персональным, но при этом ты не можешь их закрывать. Это нарушает правила добросовестной конкуренции, потому что это мешает малому бизнесу, который никогда не поднимется до твоих возможностей, никогда не сможет получить доступ к такой же информации, всего объективных причин, но аккумулировать эти данные и закрывать от других просто нереально. Сейчас многие мои коллеги, которые работают, как я уже говорила, и в Германии, и в Великобритании, и в США, они как раз и не только ставят эту проблему, не только ее обозначают, видите, это 15-й год, но нужно разрабатывать конкретные правила. Я думаю, что Россия не должна здесь уступать, да, в этом как бы движении, и все-таки мы должны признавать, что если нет прямого нарушения интеллектуальных прав, как было уже неоднократно доказано и в этом кейсе, о котором я упоминала в других, что формально мы все-таки не можем сказать, что там было нарушение интеллектуального права на базу данных, объект смежных прав, то вторым случаем, когда мы говорим о защите хозяйствующих субъектов на этом рынке, будет как раз ссылка на закон о добросовестной конкуренции. Ну, я прошу прощения, может быть, получилось довольно длинно. Вот это основная идея, которую я хотела с вами разделить, ну и, возможно, получить какое-то ваше видение, насколько это соответствует тому, что происходит. Спасибо большое за внимание. Благодарю, закончила доклад. Юлия Сергеевна, спасибо огромное за доклад. Тут накопилось несколько сразу вопросов к вам, поэтому предлагаю, чтобы не сильно выходить из тайминга, предлагаю в рамках блиц-опроса, скажем так, провести. Итак, здравствуйте, вопрос к докладчику. Поясните, пожалуйста, что понимается под игровым имуществом? Ну, это не совсем в нашей дискуссии. Да, игровое имущество – это те артефакты, которые есть в многопользовательских играх, которые используются в игре, да. Игорь Станиславович Ашманов спрашивает. Может, равнодушие наших граждан к тому, как используются их персональные данные, объясняется неиспушенностью в сроке гений и непонимание модели угроз, на ваш взгляд? Может ли такое быть? Вы знаете, с одной стороны, да, но с другой стороны, и невозможность привлечь к ответственности тех лиц, которые отвечают за сохранность данных. Это по аналогии с обычным потребителем можно провести. Если вас обманули в магазине на 10 рублей, вряд ли вы пойдете в суд. Если нет действенного механизма защитить свои данные, но при этом вам не дадут кредит, вам не дадут допуск к госуслугам и вам еще что-то ограничат, вы подумаете, скажете, да ладно, пусть уходят данные, лишь бы мне эффект получить тот, на который я рассчитываю. Поэтому, да, отсутствие ответственности тоже важно. Есть ли обобщенная информация по количеству конфликтов и судебных разбирательств вокруг персональных данных? Интересуются коллеги. Есть, но это проще как бы путем обмена информации нам с вами решить, чтобы сейчас не искать. Так, и последний вопрос. Практически все соглашения на оказание каких-либо услуг, в том числе государственных, на данный момент сопровождаются подписанием согласия на обработку использования личных данных. В условиях цифровизации возможно ли отказаться от этого, получив при этом отрицательный результат? При отзыве согласия, как информация, уже переданная сторонним организациям, будет отознана или использована? Ну, вы в некотором роде уже ответили, может быть, сейчас как-то коротко. Да, на самом деле самое важное, что отзыв предусмотрен в законе. Если вы отзовете, фактически физическое лицо проверить не может. Процедура очень сложная. И мы даже пытались с инструкциями поработать, которые касаются именно стороны организации. Как она будет утилизировать это. Вот тут тоже много неясностей. Так что, скорее всего, это пока не рабочая история. Юлия Сергеевна, спасибо большое. Очень интересный доклад. Спасибо большое. Так. Хочу представить Ковалеву Юлию Валерьевну, кандидат психологических наук, старший научный сотрудник лаборатории психологии развития Института психологии РАН. С докладом о некоторых психологических подходах к изучению электронных сетевых сообществ. Юлия Валерьевна, добрый день. Вы с нами? Да, добрый день. Здравствуйте. Слышно ли меня? Нормально? Да, отлично слышно. Рада вас приветствовать. Я сразу извинюсь. У меня неустойчивое интернет-соединение. Вот мы с вами обсуждаем проблемы сетей, но не можем иногда решить проблемы простые технические. Поэтому я могу прерываться на 10-15 секунд. Надеюсь, что это не случится. Но если случится, то это должно быть не дольше этого момента. И я через какое-то время переподключусь. Я сейчас включу презентацию. Артем, а вы мне разрешите демонстрацию экрана? Что мне для этого сделать? Так, Юлия, должно быть разрешено. Сейчас перепроверим, решим вопрос. Да, да, да. Продолжение следует... Продолжение следует... По-моему, нормально все. Да, да, Илья Валимович, все видим как надо. Отлично. Ну вот, да, мой доклад будет о некоторых подходах к изучению сетевых сообществ. И, как я уже поняла, и то, что я услышала от коллег, будет некоторая иллюстрация того, вы увидите ее, того, что упоминалось другими докладчиками. Ну, собственно говоря, следствием распространения интернета в социальных сетях для фундаментальной науки это стало появление новых объектов для различных направлений психологических исследований, для различных отраслей и психологических дисциплин. Фактически появился человек сетевой и появилась возможность изучать такой новый индивидуальный уровень личностных характеристик человека, находящегося в сети. Я сейчас не буду разделять и говорить о различиях аккаунта и личности. Это очевидная проблема. И здесь мы говорим в самом общем виде. И групповой уровень для социальной психологии появилась возможность изучать сетевое сообщество. Это одна сторона вопроса. И другая сторона вопроса – это появление новых предметов психологических исследований. Это тех уникальных феноменов, которые, собственно, отличают сетевое сообщество от предыдущих объектов исследования, от обычных групп. Неважно, малых ли или больших. Конечно, в большей степени речь идет о больших социальных группах. Но, собственно говоря, вот здесь вот те самые некоторые психологические подходы, которые заявлены в названии. Исследований довольно-таки много. И получается так, что различные психологические дисциплины и направления просто притянули как бы к себе эту реальность. И в рамках изучаемых ими проблем просто перешли на новые объекты исследования. Это, несомненно, очень важный и очевидный начальный этап изучения вот этой вот сетевой, новой сетевой реальности. Вот изучаются языковые и культурные трансформации, новые речевые жанры, стратегии использования языка, особенности коммуникации, прецедентные феномены и другие предметы исследования на вот этих новых выборках. Изучается социальная перцепция, то есть самопрезентация человека, восприятие аккаунтов друг к другу или личности сетевых. Это такое, да, остается открытым вопросом. Виртуальная самопрезентация, личностные черт, публикации на эту тему уже предостаточно и данных накоплено очень много. Также я продолжаю, ролевые позиции изучаются, потребности личности, но председатель всего этого, собственно говоря, были выделены, да, и уже стали очевидными те особенности вот этого человека сетевого, который вот проводит вот эту вот часть жизни в сетевом пространстве, и эта часть жизни, в общем-то, немаленькая. Вот, собственно, перечислены те особенности, которые удалось заметить исследователям в своих работах. Это, конечно, изменение телесного компонента самоощущения, ограничение в перцепции и в самопрезентации, увеличение значения языка, письменной речи, использование языка, использование речи. Вот самопрезентация в виде анкеты, в виде каких-то оборванных, очень коротких данных о себе, об этом тоже говорила сегодня. Социальный компонент выражается в виде, опять же, каких-то статусных характеристиках, но отнюдь не содержательных. И, конечно же, самая большая проблема, о чем тоже сегодня говорилось, это анонимность и возможность превратиться в вот такой вот симулякор или симулянт, тут это тоже вопрос теоретический, симулякор человека, то есть что стоит за этим аккаунтом, нам до сих пор, в общем-то, не ясно. В направлении изучения сетевых сообществ сейчас можно сказать, что существует два направления. Первое – это сетевой анализ, который использует математические методы, в частности, теорию графов и всевозможные алгоритмы, которые позволяют анализировать данные. И сетевая парадигма, собственно говоря, дает нам следующее. Она дает очень много формальной информации, она дает наглядность. Мы действительно видим все эти сообщества на этих, в общем-то, ярких рисунках, на этих ярких графах, представленных. Однако о содержании коммуникации и о свойствах групп, которые так или иначе образуются, вот эти вот точки сгущения, в общем-то, остается пока тоже, в рамках этой методологии остается нераскрытым. В рамках классической социальной психологии, классическая социальная психология пока остается на некоторых описательных позициях. Да, получены какие-то результаты, да, говорится о каких-то свойствах этих сообществ, выделяются какие-то типы, вот их вот можно видеть, что создатели, критики, собиратели информации, общественники. Но все это, вот это как раз делается без привлечения математики, это описательный такой уровень, доэкспериментальный уровень наблюдения. Ну, в общем-то, мы в своих подходах, в своих, как бы, положениях решили, что следует опираться на какие-то принципиальные вопросы, которые возникают в связи с переходом к цифровому обществу. Если действительно мы говорим о том, что осуществился вот этот цифровой переход, и общество стало сетевым или цифровым, то, по сути, меняется вся его структура. И в исследованиях больших социальных групп это уже показано, что на этапе сетевого общества возникают совершенно другие классы людей. И, соответственно, в сети это тоже представляется совершенно новыми объектами исследования. И, в общем-то, мы стоим на такой позиции, что сетевое сообщество невозможно или лучше бы изучать новыми способами. Для него требуется создание новой методологии. Вот следующие актуальные вопросы, которые выделяются нами. Для сетевых сообществ необходимо выделение их социально-психологической специфики и выделение их сущностных отличительных признаков от классических групп, больших или малых, соответственно. И ключевым вопросом для социальной психологии является ли сетевое сообщество принципиально новым видом социальных групп, требующих отдельной теоретической разработки. Или это некий старый объект исследования, которому применяются старые подходы, и лишь мы имеем дело с новым способом получения данных. Так, увидели презентацию. Отлично, спасибо большое. Звук есть? Звук есть. Хорошо. Ну, я не знаю, на каком месте вот меня вынесло из конференции, но вот я рассказывала про то, что существует теория стихологии. Это слышно? Да, Игорь Валентин, все слышно, и как раз на этом месте вы и остановились. Я рассказала, да, что существует ядро ближней периферии и дальние периферии. Дальние периферии – это потребители информации, они не участвуют ни в распространении, ни в тем более ее генерировании. Выделены, можно выделить, в связи с этим совсем, существенное отличие сетевых сообществ от простых социальных групп. Во-первых, сетевое сообщество является, как я уже говорила, элементом информационного общества. Это совершенно другой тип общества, с совершенно другими социальными отношениями. Обязательным условием и основой сетевого взаимодействия является наличие сходных ценностей, мировоззрения, языка и других символических систем. Собственно говоря, ценностная организация, вот эта мотивационная организация, она является принципиальной для организации групп такого типа. В отличие от классических групп, которые могут быть сформированы или изучаться по совершенно другим основаниям. Например, классические большие социальные группы, члены партии, например, или мужчина, или женщина, или молодежь и так далее. Здесь для нас важно понять, что все-таки все эти социальные, сетевые сообщества организуются действительно на добровольном, на каком-то неком принципиальном сходстве членов этого сообщества. Каждый индивид при этом может быть членом неограниченного числа сообществ. И сообщества могут быть, естественно, взаимопересекающимися. Что, опять же, в реальном изучении больших социальных групп или малых социальных групп практически не существует. Если мы изучаем какую-то группу, то мы уже изучаем ее, не рассматривая пересечения с другими группами. Информационное общество не является суммой этих сообществ, а создает так называемое потоковое волновое. Основное потоковое или волновое сообщество. Основным в этом потоковом сообществе является собственная информация. От наличия информации, от ее хода и движения, собственно говоря, вот эти сообщества, они буквально возникают и, соответственно, затухают. В отличие от обычных социальных групп, сетевое сообщество имеет жизненный цикл, тоже отличающийся от классических социальных групп. Сетевое сообщество зарождается, при этом зарождение сетевого сообщества – это отнюдь не обязательно информационное сообщение какого-то конкретного блогера. Это может быть вообще появление новой ценности, это может быть появление новой идеи, вокруг которой потом начинает формироваться сообщество. И уже вокруг этой ценности, идеи, возможно, продукта какого-то, торгового знака, чего угодно. Уже дальше будет формироваться ядро ближней и дальней Информационная внутренняя активация, когда действительно пользователи разделяются на эти сегменты. Самовоспроизводство – это основная форма существования сообщества, и чем больше информации имеет сообщество, чем выше его информационная насыщенность, тем больше итераций, тем дольше оно живет фактически, больше итераций проходит в своем существовании. И распад, который происходит с исчезновением или с потерей актуальности какой-то информации, какой-то ценности, какой-то мотивации, которую обладали члены этого сообщества. Очень хорошей иллюстрацией для этой теории является социальная сеть Twitter. Можно видеть, что топовые блогеры и новостные аккаунты фактически являются ядрами сообществ. Подписчики образуют круг заинтересованных комментаторов. Их лайки, ретвиты являются, собственно говоря, или просто прочтение является способом распространения этой информации. И если кто знает, как функционирует Twitter, там есть такая информация, как бы статистика о каждом твите, количество показов. Вот количество показов, это всегда отличается, причем в значительную сторону, от количества лайков и ретвитов. То есть, допустим, ретвитов может быть 100 лайков, может быть тысячи, а показов может быть 30 тысяч. То есть вот это, собственно говоря, та дальняя периферия, то потребление, которое реализовала та информация, которая составила ядро этого сообщества. Сообщества очень подвижны и образуются буквально и распадаются, могут распадаться буквально на глазах. Например, в той же самой среде Twitter можно выделить довольно-таки масштабные сегменты, которые, естественно, названы и определяются самими пользователями. Это такая самоидентификационная, самооценочная категория, вот так называемый русский Twitter, украинский Twitter, канадский Twitter и так далее. Более того, там есть даже буквально пространственное обозначение принадлежности к тому или иному Twitter или перемещений по Twitter, там сходил в украинский сегмент. При этом совершенно не значит, что, например, украинский сегмент это украинцы или там это жители Украины. Очень много пользователей с Украины относят себя к русскоязычному Twitter и, в общем-то, активно в нем себя проявляют. Русский Twitter или российский Twitter, соответственно, делится на другие, как бы более локальные, тоже большие, но более локальные сообщества, которые, как правило, дифференцируются по каким-то основаниям либо политическим, либо по основаниям каких-то интересов. Вот есть политические, это либералы, неокоми, фанаты СССР, охранители и так далее. Есть стабильные сообщества любителей по различным основаниям, но это какие-то хобби, футбол и что-то еще такое. Сообщества, возникающие праздниками, очень типичные и наблюдаемый уже очень давно тип сообществ. Например, это связано с Днем Победы и с Бессмертным полком. В Twitter совершенно спонтанно возникают различные акции и пользователи совместной активностью своей продвигают ту или иную идею. Ну, например, был год, когда все ставили на свои аватарки своих воевавших родственников. Был год, когда на аватарке ставили фото без вести пропавших. Сейчас меня слышно? Да, слышно. У меня тут какие-то значки, я начинаю волноваться. Ну и различные развлекательные, так называемые шуточные сообщества. Это знаменитые мемы на квасе или на кефире. Может быть, знаете, что это такое. Это кто какую-то любит окрошку. Но, однако, они выполняют вот ту самую функцию самовоспроизводства сообщества в отсутствии инфоповода. Потому что, когда нет актуальных новостей, и чтобы сообщество не распасться, люди вынуждены, это буквально вынуждены, обыгрывать свое существование в сети, чтобы как бы в нужный момент, когда появляется значимый инфоповод, а твиттер – это все-таки очень политически ориентированная социальная сеть, чтобы как бы быть готовыми к этому. И этих шуточных сообществ очень много, и они, в общем, довольно-таки интересные. И в них отражаются очень многие традиционные вообще психологические такие вот характеристики, как бы, ну, скажем так, россиянина. Ну, вот это вот то, что я вам сказала, на квасе или на кефире, да, это вот идет многолетний спор. Он обычно начинается в начале лета. Кто на чем ест окрошку? Кто-то на квасе, кто-то на кефире. Ну, это как бы смешно, но, тем не менее, знаменитый вопрос, что бы ты спросил у Путина, встретившись с ним, на квасе или на кефире. Ну, вот это вот барин приедет, барин рассудит. И это возникает буквально спонтанно, и это очень принимается людьми и действительно сплачивает их, потому что они существуют в каком-то вот едином, вот этом едином пространстве, там, ценностей, традиций, семейной, даже, может быть, какая-то вот есть аналогия здесь. Ну, продолжим. И вот основывая, собственно говоря, на вот этой теории сетевых сообществ, которая была разработана в социологии, не в психологии, нами был разработан как метод и реализован собственный эмпирический подход, что изучало сетевое сообщество, и вообще можно изучать сетевое сообщество на стадии самовоспроизводства. И мы рассматривали, конечно же, тоже остались в рамках старой методологии, пока новой нету, рассматривали как субъект совместной жизнедеятельности. Субъект – это такая очень активная категория, которая в социальной психологии, в общем-то, является некой такой вершинной. Это на основе теории субъекта разработаны индивидуальные теории, теории индивидуальности. И коллективные, вот в частности, коллективный субъект – это, в общем-то, такая, опять же, повторюсь, вершинная теория в изучении коллектива или группы. Ключевой характеристикой такой группы является субъектность, которая имеет свои признаки. Это взаимосвязанность, взаимозависимость и саморефлексия. То есть группа должна быть связана, группа должна зависеть друг от друга, и группа должна воспринимать себя как единая группа, как единое целое, то есть иметь чувство «мы». Собственно говоря, мы обосновывали это тем, что субъектность сетевого сообщества утверждается, собственно, самой стадией жизненного цикла, самовоспроизводством, которое возможно только при совместных усилиях его членов. Какие вопросы позволяют нам ставить и возможно в перспективе решать вот эту категорию субъектность? Она могла бы ответить, на самом деле, на ряд актуальных вопросов. Например, вот то, о чем говорилось сегодня, и будет еще, наверное, говориться о прогнозах той же самой протестной активности, потому что только группа, обладающая вот этой самой субъектностью, способна к реализации какого-то действия. И вот возникают очень интересные вопросы. Во-первых, на что направлена активность сети во время протестов, ну, например, вот протесты в Хабаровске, те, которые были? Они, эта активность сети, вот эта субъектность сетевого сообщества, если ее изучать, она была направлена только на формирование общественного мнения, на формирование общественных настроений, или все-таки имела средственный выход в офлайн? Если бы была возможность стегментировать и выделить пользователей, которые таки вышли в онлайн, и которые остались в сети, то здесь бы мы имели две группы, и, возможно, по каким-то характеристикам выделили бы особые способы вот их самоорганизации, особые способы их отношения к этой совместной активности. Но, собственно говоря, вот в ближайшее время, в начале следующего года, будет опубликована статья, вот в котором я ее подготовила, в которой был реализован как раз анализ протестной активности в Хабаровске. И было обнаружено, что активность пользователей сетевых сообществ в период актуального политического события и на фоне протестной активности принимает форму классического социально-политического движения с процессами сплочения, солидаризации, координации. Но реализуется оно совершенно другими, уже сетевыми инструментами и совершенно по другой траектории. Классическое социально-политическое движение, оно склонно к затуханию в конце, собственно, своей активности. Наоборот, в Хабаровске данные были о том, что в момент затухания реальной политической активности, активность сети продолжала возрастать и там оставались какие-то всплески. Ну да, вот так что с этим материалом, с этим анализом можно будет в перспективе познакомиться. Вот про то исследование, возвращаясь к изучению субъектности, собственно, исследовательская гипотеза, она описывает то, о чем я говорила до этого. Является ли совместная активность в группе, реализация активности всех ее членов или соответствует той структуре сообщества, которую мы знаем в теории. То есть авторов-комментаторов, возможно, только авторов, но не ближней периферии. Вот в рамках этого исследования, оно проходило в 2018 году, и оно было тоже выполнено классическим социально-психологическим методом, то есть методом опроса. То есть пользователи Твиттера, их было 872 человека, они отвечали на вопросы анкеты. Это были реальные аккаунты, собственно, реальные люди, которые заполняли анкету, в которой были сгруппированы вопросы, касающиеся вот этих самых свойств субъектности. Отношение к взаимодействию, типы взаимодействия, наиболее характерные переживания, чувства, которые испытывают пользователи относительно своего пребывания в сети, появляется ли у него чувство общности с его друзьями, подписчиками и другие. Какие результаты были получены? Был проведен сначала факторный анализ, в котором, собственно, факторизовались вот эти переменные вопросы анкеты, и были получены факторы, которые отличались от классических факторов субъектности, которые присущи группе, это только, я напомню, взаимозависимость, взаимосвязанность, взаимозависимость и саморефлексия, были выделены другие факторы взаимозависимости, причем они принимали характер именно в большей степени зависимости от сетевого взаимодействия. То есть пользователи отмечали свои переживания при невозможности вхождения в контакт со своими подписчиками, от невозможности пребывания в Твиттере, отмечали, что они тратят на это значительное время, и для них это является необходимостью. Самовоспроизводство, то есть поддержка всех вот этих твиттеровских традиций, которые проявляются наиболее активно в период отсутствия инфоповодов. Активные саморефлексии, то есть они воспринимали себя как членов группы, как твиттерян, такое есть такое понятие, да, твиттерское. Взаимосвязанности и ядра сетевого сообщества. То есть были выделены переменные, которые, группа переменных, которая отвечала только за производство и распространение информации. Никакие другие переменные с этим фактором не коррелировали. Вот, собственно говоря, по результатам этого факторного анализа можно судить о том, что субъектность сетевого сообщества принимает другие специфические формы в отличие от классических видов групп. Уже кластеризуя пользователей в зависимости от значения факторов для каждого из них, было видно четыре типа сообществ. Вот, собственно, они представлены на рисунке. Это пассивные члены, которые не имеют потребности высказываться и поддерживать других, и не участвующие в традиционной активности, пока не возникнет какого-то экстремальной ситуации. Экстремальная ситуация, как правило, связана с поддержкой каких-то других членов сообщества, там, сбору денег или еще что-то. Людмила Ильинна, я прошу меня простить, пожалуйста, мы уже прям серьезно выходим немножко за тайминг. А у меня остался один слайд. Ага, хорошо, спасибо. Просто там еще есть вопросы, я один озвучу. Хорошо, у меня остался прям буквально один слайд. Значит, члены сообщества, работающие на его взаимосвязанность, третий тип, самые активные члены, они создают и эти высказывания, и члены сообщества, работающие на самовоспроизводство. Я скажу, что даже не выводы, а если интересно, подробно и качественно это исследование описано в психологическом журнале в 2020 году, можно с ним подробно познакомиться. Спасибо за внимание. Я пропустила выводы, но они, по-моему, очевидны, что новые сетевые сообщества, новые типа группы сетевых сообществ требуют отдельной методологии и, конечно же, либо серьезной трансформации старых. Вот как бы так. Юлия Валерьевна, спасибо огромное за выступление. Есть вопросы в чате, я не все смогу озвучить уже, потому что, ну, серьезно выходим за время. Но, тем не менее, вот Чернов Павел спрашивает, возможно ли миграция функции ядра другим элементам в рамках конкретного сообщества? И туда же вопрос, происходит ли с разрушением ядра и разрушением сообщества? Если можно, как-нибудь так в БЛИЦ-варианте. Значит, БЛИЦ-вариант. Первый ответ, я бы сказала, нет. В рамках одного сообщества, когда оно сформировано, как правило, оно остается таким. Но, как бы, экспериментально я не могу это подтвердить. А второе, да, если распадается ядро, сообщество распадается. Все, спасибо огромное, Юлия Валерьевна. Очень интересный доклад, рада вас видеть. Взаимно. Переходим дальше. Ну, собственно, следующий доклад мой. Я являюсь руководителем подразделения спецпроектов компании Крибрум. Зовут меня Артем Курицын. Постараюсь быстро, сжато. Поговорим о социальных сетях и информационных войнах. Игорь Станиславович Ашманов в обводном слове, в своем слове, уже немножко говорил об этом. Я чуть-чуть дополню. Значит, определений информационных войн довольно много. Мне кажется, одним из наиболее понятных, состоятельных определений Расторгуева, это один из теоретиков, российских теоретиков информационных войн, информационного противоборства. Суть этого определения сводится к тому, что, по сути, информационная война – это создание, уничтожение, модификация, навязывание, блокирование носителей смыслов информационными методами. В общем, мы сейчас довольно много примеров можем видеть подобной работы. На озвучивание всех этих примеров времени не хватит. Расскажу о некоторых. В частности, начиная с прошлого года, мы в Калибру проводим такое большое исследование по… изучаем, как распространяются фальсификации истории в социальных сетях. Как они там живут, как все дела обсуждаются, какие они существуют, сколько их, много или мало, и так далее. Это пример из прошлогоднего исследования. Мы хотели просто посмотреть, как ведет себя, как распространяется, как живет термин «победобесия». Полагаю, что нет необходимости говорить о том, что термин имеет ярко выраженную негативную окраску, но тем не менее. Обратите внимание, если в 2014 году в российском сегменте социальных сетях, в русскоязычном даже, наверное, так, сегменте социальных сетей, было порядка 7,5 тысяч сообщений всего, то в 2019 году больше 120 тысяч. Причем важно обратить внимание даже не то, чтобы на рост, а на то, как он происходит. Сегодня мы знаем, что практически никакие явления в социальных сетях не живут долго. И более того, информация об этих явлениях или характеризующие эти явления не появляется, не распространяется линейно, вот так вот, по возрастающей. Ну, позволю здесь воспользоваться примером, скажем так, Игорь Саниславович, он как-то в одном из своих докладов сказал, что естественный вариант распространения информации похож, график его похож на такую шляпу. То есть происходит, проходит пик популярности, все интересуются той или иной темой, тем или иным инцидентом, той или иной субкультурой, и дальше интерес к аудитории идет на спад. В данном случае вы видите, что на протяжении пяти лет линейно увеличивается, ежегодно увеличивается количество сообщений соответствующей тематике. Это неестественно. Вкупе с другими признаками, которые указаны в докладе, я не буду их здесь озвучивать, доклад открытый, можно посмотреть. Вкупе с другими признаками мы можем говорить о том, что очевидно происходит совершенно намеренное внедрение термина в русскоязычный сегмент сети интернет. Пример не единственный. В этом году мы исследовали элементы дегероизации всем известных героев, без сомнения, это всем известные примеры из Зои Космодемьянской. Праздново много про нее говорили, и что она страдала психическим заболеванием, и много-много всего. Но что характерно, значительное количество этой информации появляется и распространяется первоначально в зарубежных соцсетях, это Facebook и Twitter. Кстати говоря, термин «победобесие» за весь отрезок в 5 лет наибольшей популярностью, наибольшее количество распространяется в Twitter. На втором месте Facebook и только потом ВКонтакте. Это, кстати говоря, один из таких признаков интересных, будем так говорить, потому что, по нашим наблюдениям, до сих пор российские информационные события, они в большей степени находят отражение все-таки в российских соцсетях по количеству сообщений. В данном случае, повторюсь, мы видели, что явно термин распространяется в иностранных социальных сетях. Один из примеров, значит, это дегерализация Жукова, распространение негативов и фейков о нем. Ну, кстати говоря, мы, поскольку сами историками не являемся, мы привлекли историков, которые разграничили, что фейк, а что не очень, ну и так далее. Вот, значит, подавляющее большинство сообщений, дискредитирующих Жукова, распространяются в иностранных соцсетях. В частности, вот обратите внимание, в Фейсбуке количество негатива резко превышает количество позитива и нейтральных информационных сообщений. Обратите внимание на, ну, это называется облако тегов где-то, где-то облако ассоциаций по-разному, но, в общем, смысл этот не сильно меняется. Слева вы видите облако относительно положительных либо нейтральных ассоциаций с Зоей Космодемьянской. А справа облако ассоциаций, которое появилось путем анализа негативных сообщений. Ну, в общем, мы довольно сильно удивились, когда увидели, что в негативных сообщениях часто почему-то появляется Донбасс или Украина. Хотя, в общем, по идее, никакого отношения быть не должно, но довольно сложная, но довольно негативная привязка образа Зои Космодемьянской к современным событиям на Украине. Ну, такая не очень красивая, не очень хорошая. Помимо фальсификации истории, мы видим другие процессы, которые происходят сегодня в соцсетях, другие субкультуры, другие явления инструктивные, которые появляются, зарождаются, развиваются в соцсетях. Ну, в частности, например, пропаганда радикального феминизма и идеологии child-free. Речь не идет о различных других формах, мы говорим только о действительно радикальной форме этих явлений. В сообщениях представителей этих течений, приверженцев этих течений, достаточно много инъективной лексики, достаточно много призывов к различным противоправным действиям, к отказу от гражданских прав, ну, в общем, достаточно много того, что сегодня принято относить к экстремистской информации. Тоже обратите внимание, количество сообщений увеличивается. Я сейчас чуть попозже скажу, немножко озвучу наш взгляд на эту проблему и вопросы, которые с ней связаны. Такой же, очень похожий процесс по связанной динамикой обсуждения новых гендеров. Тоже мы видим, что с годами объем информационного поля по этой теме, он растет. По сути, во всех этих случаях это ведет к увеличению информированности пользователей о данных вещах. Не хочется говорить здесь про окна Авертона, но, тем не менее, некие похожие, скажем так, процессы наблюдать все-таки можно. И вот здесь хочется сказать, прошу прощения, несколько слов о том, из слов о цифровой социологии, поскольку, да, с помощью анализа соцсетей можно видеть вот эти процессы, можно выявлять их на ранней стадии, можно видеть, как они развиваются, можно оценивать их там разными способами. Но одним из таких значимых вопросов в этой сфере является попытка оценить, а как эта информация воздействует на реальных людей. Ну, то есть только лишь по анализу соцсетей это сделать довольно проблематично. И вот здесь представляется такая большая площадка, большой потенциал для развития цифровой социологии как синтез моментов классической социологии и, собственно, цифровой, с изучением социальных сетей. Поскольку, повторюсь, сейчас, и мы работаем совместно, в том числе с ВШЦН, работаем над тем, чтобы развить это направление, мы видим и можем анализировать процессы в социальных сетях, но нам еще очень важно научиться отвечать на вопрос, а как эти процессы сказываются на людях. Потому что, ну, условно, мы можем видеть, что увеличится объем какой-то информации, но он вполне может и не отражаться на реальных людях. Уважаемые коллеги, ну, такой доклад получился довольно быстрый, короткий, но, тем не менее, надеюсь, что такие важные, на мой взгляд, мысли удалось изложить. Останавливаю демонстрацию экрана и смотрю в чат. Вопрос к самому себе. В ходе изучения динамики принимался ли в внимание рост количества пользователей как социальных сетей, так и интернета в целом? Да, принимался. Долго уже тоже выходим из динамика, долго на этом останавливаться не буду. Но, тем не менее, да, количество пользователей увеличилось, конечно же, за это время, но темпы увеличения количества пользователей были значительно ниже, чем темпы увеличения той или иной информации, которую я привел в пример. Плюс мы сторонники комплексного подхода, и только лишь по одному признаку вывод стараемся не делать, поэтому просто в рамках короткого доклада это озвучит довольно проблематично, но помимо собственной динамики количества сообщений учитывал еще достаточно большой набор признаков других. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо за внимание, за вопросы. Я, с вашего позволения, представлю следующего докладчика. Это Бражевич Арина Сергеевна, кандидат юридических наук, ассистент кафедры гражданского права юридического факультета МГУ с темой доклада «Скраппинг данных и исключительные права изготовителя базы данных». Арина Сергеевна, вы с нами. Да, 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 спасибо. Вам слово. Спасибо большое. «Скраппинг». Под скраппингом понимается автоматический сбор информации с различных интернет-ресурсов, которые соседляются последствием специально разработанной компьютерной программы бота. В современных условиях подобные технологии представляют собой важный механизм генерации информации и, соответственно, ее сбора и обобщения. Но вот с одной стороны это вроде как позитивное явление, с другой стороны здесь возникает множество вопросов относительно того, не нарушает ли это авторских прав и смежных прав. Ну, с авторскими правами здесь все немного, все несколько проще в связи с тем, что… Одну секунду, сейчас я тогда подключу наушники, чтобы было громче. С авторскими правами все здесь несколько проще в связи с тем, что на вот этих вот сайтах, ну, как правило, объект авторских прав все-таки скрапперы не собирают, а собирают они данные, в том числе из социальных сетей. И вот в связи с этим возникает вопрос относительно того, не нарушают ли в данном случае скрапперы права изготовителя базы данных, то есть как смежные права. У изготовителя баз данных, у них нет именно авторских прав на базу данных, хотя здесь может и пересекаться авторские права и смежные права. Но когда мы говорим про смежные права, мы говорим о том, что у, соответственно, правообладателя есть права, которые охватывают именно, которые предоставляются им в связи с произведенными инвестициями в соответствующие базы данных и, соответственно, вот в совокупность вот этих вот материалов. То есть когда мы говорим конкретно про данные, то это не каждый из них не объект авторских прав, но когда мы говорим про совокупность, это все может быть и объектом смежных прав, и охраняться, и, соответственно, на это все предоставляются исключительные права. И вот в соответствии с законом у нас изъятие существенной части из базы данных представляется в нарушении. Здесь возникает первый вопрос о том, какая же часть считается в данном случае существенной. В российской судебной практике особо данному вопросу внимания не уделялось, в связи с чем можно здесь ориентироваться прежде всего на западный опыт. И вот в европейской судебной практике исходит из того, что здесь должно быть два критерия. Это количественный критерий, то есть сколько конкретно вот объема из базы данных изымается и, соответственно, дальше как-то используется. Но понятно, что то, что от 50% это очевидно существенная часть, но может быть и меньше. Что же касается качественного критерия, то в данном случае учитывается прежде всего количество инвестиций, которые были осуществлены правообладателем именно на создание, на разработку, на обобщение, сбор именно вот этой вот части данных. Но при этом еще и вот это прежде всего, эта ситуация имеет отношение к скраппингу. Это ситуация, когда скраппер посредством вот этих вот специальных программ, он изымает не какую-то существенную часть, а, как правило, достаточно единичные данные, но при том это делает неоднократно. То есть и наш ГК из этого исходит, что в том числе неоднократное изъятие данных, если это, во-первых, противоречит интересам правообладателя, во-вторых, препятствует нормальному использованию баз данных, то это представляет собой нарушение исключительных прав на базу данных, изготовителя базы данных. И вот здесь тоже возникает, конечно, вопрос, в каких случаях можно говорить о том, что интересы правообладателя существенно пострадали от действий скраппера. Ну, здесь, понятно, речь идет, опять же, о его инвестициях, о том, что он не может коммерциализировать свою базу данных теми способами, которые возможны и доступны, когда ему создается конкуренция на определенном рынке, и когда он может лишиться части вознаграждений за размещение рекламы, либо же могут покинуть соответствующую базу данных, там, социальную сеть, скажем, конкретные потребители. И вот это вот все здесь должно учитываться при оценке того, правомерное является явление скраппинга или нет в каждом конкретном случае. У нас, на самом деле, вот в российской судебной практике было несколько таких достаточно резонансных споров, связанных в той или иной мере со скраппингом, и при этом у нас суды, как правило, все-таки встают на сторону скраппера, хотя вот в последние как раз буквально там пару месяцев произошел здесь перелом судебной практики. О каких делах здесь идет речь? Ну, прежде всего, было интересное дело по спору Авито с Автору. Там еще это все, на самом деле, было сопряжено не только с нарушением исключительных прав, но и с вопросами недобросовестной конкуренции. Если коротко, то Автору использовала данные из сайта Авито, в том числе объявления о поддержанных автомобилях, переносила их на свой сайт, соответственно, потом связывалась с продавцами, получала какую-то дополнительную информацию, и вот, в общем, через сайт Автору тоже осуществлялась реклама этих автомобилей, и предоставлялась возможность найти покупателей на них. И вот Авито обратилась в суд, вначале в ФАС, а затем это все дело перешло в суд относительно того, что действия Автору были недобросовестной конкуренцией и нарушали исключительные права изготовителя базы данных. Но и ФАС, и суд в конечном итоге сказали, что нет здесь нарушения, и деятельность была правомерна, в том числе в связи с тем, что Автору в последующем обратилась к самим потребителям и получала от них дополнительную информацию. Хотя здесь как раз очевиден этот критерий, что действия Скраппера, они нарушали интересы правомерные правообладателя. По сути, Скраппер паразитировал на его инвестициях в создание базы данных и стал ему полноценным конкурентом на рынке. Следующий кейс, это был интересный тоже Headhunter против робота Веры, компания Staffory. Там немного другая была ситуация. Там вот эта компания разработала как раз ответчик робота Веру, которая в соответствии с вводными данными, которые вводили в соответствующую программу, могла осуществлять сбор информации по базе Headhunter, отбирать по каким-то заданным критериям соискателей. И, соответственно, в том числе даже, кстати, этот робот мог позвонить соискателям и провести какое-то первичное с ними собеседование. И вот в данном случае тоже подобные действия не были признаны нарушением. А следующее дело, вот это вот наиболее резонансное, сейчас у нас все юридическое сообщество обсуждает, спорит относительно того, как необходимо разрешить этот спор, это дело между ВКонтакте и Double Data. Если коротко, Double Data – это инновационная компания, которая осуществляет сборы в общении информации посредством нескольких программных продуктов, в том числе из социальных сетей, в том числе из социальных сетей ВКонтакте, и затем может предоставлять данные относительно кредитоспособности гражданина, исходя из той информации, которая есть в социальных сетях, и которая анализируется за счет вот этих вот специальных алгоритмов. Дело уже сейчас у нас идет по второму кругу рассмотрения, и суд на каждой инстанции, если суд первой инстанции на втором круге, если брать, исходило из того, что в данном случае нарушения нет, потому что программный продукт Double Data действует как обычный поисковик, и в данном случае не происходит копирования информации в техническом смысле, то суд апелляционной инстанции исходил из того, что все-таки нарушение было, и что сам ответчик признал, что он использовал и пытался скопировать, обобщить вот эти вот данные, и, соответственно, что вот в такой ситуации он сам фактически признал, что нарушение было, было изъятие данных, и, соответственно, интересы правообладателя в таком случае, они существенно пострадали от деятельности этого скраппера, в том числе в связи с тем, что ВКонтакте гарантировало своим пользователям, что их данные не будут использованы для каких-то подобных целей, и что здесь, очевидно, имело место нарушение исключительных прав изготовителя базы данных. Сейчас это дело перешло на новое рассмотрение уже в суд по интеллектуальному судам, как суд касационной инстанции, и, соответственно, вот ждем, какое будет здесь решение по данному делу. Что касается, например, американских судов, то они, наоборот, более так агрессивно относятся по отношению к скрапперам, и в большинстве решений, которые удалось найти и проанализировать, все-таки практика скраппинга признавалась ненадлежащей нарушением исключительных прав. Так, например, в деле American Airlines суд Техаса запретил ответчику продавать программное обеспечение, которое позволяло пользователям сравнивать онлайн-тарифы авиаперевозчиков, используя данные, в том числе, с сайта ИСЦА. Ответчик оспорил данное решение, но вот на стадии апелляции стороны пришли к соглашению. Подобное дело, как у нас даблдата против... ...обладатель социальной акции Facebook предъявил иск компании PowerVenture о нарушении авторских прав. У них нет такого дифференциации, как у нас авторские смежные права в этой части. Ответчик собирал информацию о пользователях из Facebook и отображал ее на собственном сайте. Компания PowerVentures администрировала сайт, который позволял пользователям собирать данные о себе из различных социальных сетей, в том числе LinkedIn, Twitter и некоторые другие. В конечном итоге суд признал, что нарушались права Facebook и наложил на ответчика постоянный судебный запрет на использование базы ИСЦА и обязал возместить правообладателю убытки. Интерес представляет также спор Craigslist против InstaMotor. Он очень похож по своей сути с делом Авито против Автору. Сайт, вот этот Craigslist представлял собой американский аналог Авито. На нем были размещены тысячи объявлений о продаже товаров, аренде помещений, вакансиях и так далее. И вот ответчик создал конкурирующий сайт, используя данные с сайта правообладателя. И, соответственно, правообладатель обратился с иском о нарушении исключительных прав. И суд встал на сторону правообладателя, сказав, что подобные действия представляли собой нарушение исключительных прав и были недопустимыми. И в том числе суд сослался на том, что вот это вот пользовательское соглашение правообладателя, оно включало в себя в том числе ограничения на скрапинг сайтов. Раньше в американской судебной практике была возможность еще не только ссылаться на нарушение исключительных прав и, соответственно, законодательство по интеллектуальной собственности, но также существовала возможность ссылаться на акт о компьютерном мошенничестве и злоупотреблении правами в цифровой сфере. Но вот было тоже достаточно резонансное дело, LinkedIn против, соответственно, скрайпера. И вот в этом конкретном решении суд сказал о том, что вот по вот этому акту о мошенничествах и злоупотреблениях нельзя квалифицировать действия скрайпера. Но при этом суд указал о том, что все равно правообладатель может обращаться за защитой своих прав через законодательство об интеллектуальной собственности. Поэтому в целом вот американские суды исходят из того, что действия скрайпера будут являться неправомерными. Мое мнение по данному вопросу такое, на самом деле, что здесь необходимо подходить с более таких сложных позиций и все-таки дифференцировать различные ситуации. В том случае, когда скрайпер действует на том же рынке, что и правообладатель, и при этом не предлагает какого-то нового инновационного программного продукта в сравнении с тем, что предлагает правообладатель, а просто паразитирует на тех инвестициях, которые произвел правообладатель в формирование соответствующей базы, вот как, например, имело место в деле Автору против Авида, вот в данном случае необходимо такую ситуацию однозначно квалифицировать в качестве нарушений прав изготовителя базы данных. И здесь присутствует и нарушение правомерных интересов правообладателя, в том, что у нас вот эти вот большинство социальных сетей и тех же самых площадок для продажи, как Автору или же баз с авокантами, как CatHunter, они представляют собой, по сути, определенные платформы, которым присущи сетевые эффекты. И понятно, что если будут в данном случае получать доступ к данным, то это сразу же отпугнет и, возможно, новых пользователей когда-нибудь знать, что их данные используются этот раз. Во-вторых, это скажется негативным образом на привлечении новых рекламодателей, а именно от этого в основном зарабатывают соответствующие правообладатели соответствующих ресурсов. И, кроме того, сами правообладатели не смогут продвигать какие-то свои продукты дополнительные, связанные в том числе с подбором персоналов, как мы говорили про HeadHunter. Но при этом, с другой стороны, здесь может быть еще такая ситуация, что вот этот вот скрайпер, как, например, в деле Double, он сам представляет собой некую инновационную компанию, и у него есть какой-то крутой инновационный продукт, который он не может надлежащим образом коммерциализировать без доступа к вот этим вот данным. И, соответственно, здесь возникает такая ситуация, когда данные необходимы и доступ к ним для того, чтобы был коммерциализирован и представлен обществу, и это соответствует и интересам пользователей, и интересам общества в целом некий инновационный продукт, некая последующая инновация в сравнении вот там с соответствующей социальной сетью. И в таком случае действия скрайпера, они, их можно оправдать, но лишь отчасти. То есть я здесь предлагаю такое решение, что вот для дел подобных Double Data, можно и судебной практики из этого исходить, что да, имеет место нарушение, да, имеет место изъятие данных соответствующей социальной сети, и от этого могут пострадать инвестиции правообладателя. Но ответом на подобные действия должен быть не наложение постоянного судебного запрета на дальнейший скрайпинг, это одна из основных мер у нас защиты нарушенных исключительных прав и по российскому законодательству, и по зарубежному законодательству об интеллектуальной собственности. То есть отказ в удовлетворении требования о запрете при удовлетворении требования о взыскании компенсации убытков со стороны правообладателя. То есть что подобная деятельность в том случае, если она влечет за собой коммерциализацию каких-то новых инноваций, последующих разработок, то в таком случае в запрете можно отказать, но при этом обеспечив интересы правообладателя посредством выплаты компенсации взыскания убытков. И на цифровых рынках это как раз возможно в связи с тем, что здесь возможно применение именно правила об ответственности, а не правила собственности. Это значит, что актив может быть защищен именно без ограничения к нему, точнее интересы правообладателя могут быть обеспечены без ограничения доступа к активу за счет возмещения ему в денежном виде его потерь, связанных с соответствующим нарушением. Поэтому вот здесь представляется, что это можно дифференцировать и решать все не через жесткое разделение правомерное или неправомерное нарушение или нет, а посредством применения гибких балансовых подходов, которые позволят с одной стороны обеспечить интересы правообладателя, с другой стороны обеспечить определенный доступ к данным для последующего развития. И последний мой тезис, самый последний, скажу о том, что это в любом случае все не применяется к тем ситуациям, когда речь идет об интеллектуальном анализе текстов. Это вот то, что в российском праве сейчас нет, но есть в Европе. То есть это воспроизведение, извлечение, осуществляемое исследовательскими организациями и организациями культурного наследия для интеллектуального анализа текста и данных вот с целью дальнейшей исследовательской деятельности. Вот подобные действия, они должны находиться за рамками исключительных прав, признаваться с случаями свободного использования. Вот как это сейчас установлено директивой Европейского Союза. В российском праве пока этого нет, но было бы неплохо, если бы появилось. Спасибо. Ну, у меня не вопрос, у меня скорее реплика. Ну, поскольку с тем, что происходит в соцсетях сегодня, ну, и вообще в интернете связано достаточно много вопросов безопасности, регулирование, на мой взгляд, ну, и не только мой, есть и у других экспертов такие позиции, что регулирование этой сферы, собственно, скраппинга и анализа данных соцсетей не должно стать выстрелом в ногу, потому что мы можем сейчас там, можно запретить анализ соцсетей, но тогда и для цели безопасности, ну, будет проблематично их анализировать. Вот. Поэтому вопрос действительно очень интересный, дискуссионный, сложный, потому что сфера развивается быстро, и законодательство, очевидно, не всегда успевает реагировать на новые вызовы, как сейчас принято говорить. Уважаемые коллеги, с вашего разрешения передаю слово Максимовой Анастасии Сергеевне, научному сотруднику кафедры цифровой социологии Высшей школы современных социальных наук, кандидату экономических наук. Она представит доклад, подготовленный совместно с Гребенюком Александром Александровичем, «Проблемы оценки социальной напряженности в электронных социальных сетях». Уважаемые коллеги, и я, с вашего позволения, поскольку работа, модераторское слово после себя тоже передам Анастасии Сергеевне. Анастасия Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте, Артем Николаевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я перенимаю от вас модераторское слово, и хочу заметить, что идем мы достаточно дисциплинированно, время без 15.2, собственно говоря, наш доклад запланирован приблизительно на это время. Поэтому Артем Николаевич очень, видимо, строго следил за тем, чтобы выступающие не превышали свой регламент временно. Я представлю наш с Александром Александровичем подготовленный доклад, точнее, даже расскажу скорее об опыте, оценке социальной напряженности, которую мы реализовывали совместно с компанией «Скрибром». на базе программного обеспечения «Скрибром» с помощью их специалистов, и в том числе при участии специалистов с нашего факультета. В данный момент эта тема и проблематика, которую мы затрагиваем, она является разрабатываемой нами. Мы сейчас пока поставили этот проект немного на стоп, потому что поняли, что проблемы, собственно говоря, с которыми мы столкнулись, предварительно, пилотажно их бы хорошо решить на более простой задаче, потому что казалось все гораздо проще. Социальная напряженность в настоящий момент... Прошу прощения. В настоящий момент мы знаем о том, что существует несколько методов, принципиально отличающихся о оценке социальной напряженности, и все они в той или иной мере имеют свои преимущества и недостатки. В первую очередь, конечно, данные социальных сетей отличаются своей динамичностью, потому что скорость развития инфопотока, она, безусловно, практически мгновенно моделирует некоторые недовольства, некоторые возмущения, которые начинают происходить в обществе. Этого, конечно же, лишены оценки социальной напряженности, которые построены на основе макропоказателей, в частности, это макроэкономические показатели, как правило, и показатели различия уровня жизни, показатели качества жизни в том числе, потому что реакция этих показателей на какие-то процессы общественной жизни, она достаточно запоздавая, большой временной лаг, ну и более того, эти показатели весьма агрегированы и на микроуровне, ими почувствовать ничего они не могут, конечно, не чувствительно. Данные социологических исследований, безусловно, гораздо ближе к оценке реальной социальной напряженности общества, однако мы понимаем, что проведение социологических исследований требует определенных трудозатрат, временных затрат, финансовых в том числе затрат, и регулярность этих исследований достаточно проблематична. Конечно, существуют панели и электронные панели, но это тоже альтернативный метод, который можно в той или иной степени отнести либо к социсследованиям, либо к данным активности, но уже не в соцмедиа, а, возможно, к данным активности о цифровых следах, которые оставляет человек. Тем не менее, в настоящий момент мы понимаем, что ни один из этих инструментов не является универсальным, и требуется некая агрегация, некая аккумуляция результатов всех исследований для того, чтобы получить наиболее, картину наиболее соответствующую действительности. В рамках нашей методики мы понимали под социальной напряженностью некоторое недовольство населения теми или иными сферами общественной жизни, и в той или иной мере это недовольство, в том числе инфраструктуры, экологии, всем-всем-всем оно приходит в конечном итоге к недоверию и недовольству властью и управляющими органами. Общая схема оценки, схема работы состояла из трех элементов. Первый элемент, который является, безусловно, весьма важным, это программное обеспечение. Разбор первичных данных осуществлялся с помощью программного обеспечения, предоставленного Крибромом. Специалисты работали из технического характера, лингвисты работали. Все, что касается именно изъятия сообщений, комментариев, иной информации из социальной сети. Это один блок, который необходимо было решить в рамках построения методики оценки социальной напряженности. Второй блок касался непосредственно самого инструмента, измерителя, который выявлял бы уровень социальной напряженности по данному массиву информации. И третий блок – это уже результат, это визуализация, это дашборд, на котором можно видеть колебания, текущий уровень, динамику, социальной напряженности. Реализован он был в первую очередь для одного только региона, в настоящее время тоже он реализован для одного региона. Для того, чтобы более конкретно, я сейчас расскажу непосредственно о той части работы, которые занимались мы, занимался наш факультет, мы занимались построением инструмента, построением методики оценки. Для этого необходимо было каким-то образом сначала сегментировать все сферы общественной жизни, в которых в той или иной мере может проявляться недовольство населения, неудовлетворенность, может закипать какие-то негативные процессы в обществе. Мы выделили семь основных областей, в которые попытались максимально включить какие-то составные элементы. Эти семь областей не являются полностью исчерпывающими, и это, собственно говоря, и порождает одну из проблем оценки социальной напряженности, потому что существует региональная специфика, существуют новые инфоповоды, которые так или иначе возникают. Поэтому, я прошу прощения, у меня только появилось сообщение о том, что участникам виден мой экран, но я надеюсь, это было видно изначально. Каким образом рассчитывалась наша методика? Построение показателя было основано на оценке эмоционально окрашенных сообщений и комментариев, в частности, на оценке доли негатива в общем количестве эмоционально окрашенных комментариев. Нейтральные комментарии мы в расчет не брали. Были варианты, когда их необходимо брать, было обоснование, но, тем не менее, эмпирическим путем пришли к тому, что нейтральные комментарии мы оставляем просто с бортом. Наряду с оценкой эмоциональной окрашенности действий пользователей была также оценена и обсуждаемость то ли иной сферы общественной жизни, потому что не учитывать это, собственно говоря, нельзя, мы получим просто смещение. Поэтому все количество сообщений по выделенным сферам оценивалось доля каждой конкретной сферы, ее роль вот в этом общем количестве сообщений. Дальше по простой аддитивной модели мы свели вот эти вот наши небольшие индексы, индексы по темам в общий показатель. Стандартизировали его, да, это было необходимо для того, чтобы он у нас принимал значения от нуля до единицы, чтобы было просто легче интерпретировать, да, понятнее интерпретировать. Ну и, собственно говоря, вот мы можем видеть, да, каким образом это реализовано сейчас. Вот он виджет, который объединяет, ну, в первую очередь общий индекс социальной напряженности по федеральному округу от того региона, для которого происходит расчет этого индекса, самого индекса по этому региону, в данном случае вот Калужская область, да. Можно увидеть, какой вклад вносит каждый из сфер общественной жизни в общий показатель. Ну, скорее даже не вклад, да, здесь мы оцениваем, а непосредственно уровень напряженности тоже по каждой из тем. Вклады здесь, естественно, в соотношении процентном нету. И мы можем видеть динамику, как изменяются негативные окрас сообщений, да, по той или иной теме. Можно также рассмотреть и, собственно говоря, качество оценки тональности сообщений, да, путем того, что мы просто видим. Вот сейчас, если переключить, оно долго переключается. Вот коронавирус, да, вот здесь у нас негативные сообщения, подробности про коронавирус, неприятности. Далее можно увидеть также соотношение эмоционально окрашенных сообщений и комментариев по каждой из персон, по каждому из ведомств, которые включены в лингосемантические модели. И можно оценить, какую роль играли СМИ и аккаунты в общем количестве сообщений, да, то есть мы можем увидеть основных инфлюенсеров, которые имели важную роль, имели вклад наибольший в информационную повестку данного региона. Следует оговориться, что обновляемость, да, у нас данного показателя может происходить с частотой от 5 минут, что является весьма важным преимуществом по сравнению с альтернативными методами оценки. И также мы можем рассматривать показатель, да, и давать его оценку как за сегодня, то есть с 12.00, да, так и за сутки прошедшие от такого же времени, как сейчас, до такого же времени предыдущего, предыдущей даты и за неделю. Собственно говоря, так, возвращаемся, возвращаемся. Прошу прощения, коллеги. Да, и вот основа моего выступления как раз, собственно говоря, заключается и в том, чтобы выявить основные преимущества, да, предлагаемого подхода и рассмотреть некоторые вызовы и некоторые ограничения данной методики, которые не позволяют нам говорить о том, что все-таки мы выявляем некоторые подлинные, да, уровни социальной напряженности, которые характерны для нынешней картины, для современного состояния общества. Из преимуществ актуальность и оперативность обновления, я об этом говорила, актуальность результата измерений, смысл ее состоит в том, что мы противопоставляем просто данные социальных сетей альтернативным источникам информации, которые нам не дают возможности без конца постоянно оценивать и реагировать оперативно на возникновение каких-то очагов этой напряженности. То есть социологические опросы измеряют очаги напряженности с достаточно большим временным лагом. Здесь же мы видим, что вот этот вот недостаток, он устранен. Изучение событий ретроспективы – это, безусловно, большое преимущество, поскольку ретроспективно население опросить о событиях ретроспективы представляется возможным, конечно же, но мы получаем некоторое смещение за счет искажения субъективного восприятия вот этих ретроспективных событий, если мы применяем традиционную социологию. Здесь же мы можем говорить о том, что события ретроспективы будут, информация о них будет снята ровно в той мере, в которой они происходили в тот момент. Далее сплошной охват. Речь идет, конечно, об охвате в рамках инфополя исключительно, потому что все то, что возникает в информационном поле, мы можем получить об этом сведения. Все то, что возникает вне информационного поля, либо возникает в нем, однако, ну, скажем, сообщение находится на скрытых страницах, либо это где-то в личной переписке. Само собой, это тоже информационное поле, но, тем не менее, все, что касается открытых данных инфополя, нам доступно. Далее исследование очагов напряженности. Достаточно большой положительный элемент заключается в том, что мы можем увидеть конкретно, какую роль играет та или иная тема, та или иная сфера общественной жизни в общей напряженности. Ну, и отсутствие фактора социально ожидаемого ответа, да, чего не лишены социологические исследования. Поскольку здесь мы являемся больше уже таким сторонним наблюдателем, да, не включенным наблюдателем в этот процесс, просто снимаем информацию, которая существует, которая генерируется без нашего какого-либо участия. Так вот, вызовы. В первую очередь, конечно, данная методика, поскольку она построена на оценке эмоционально окрашенных сообщений и комментариев, да, возникает вопрос и возникает проблема, на которой бьются на мировом уровне. Это идентификация тональности сообщений, да, то есть правильность идентификации тональности сообщений, ну, в рамках не только технического характера, да, как отличить сарказм от того, что человек действительно написал, от отсутствия сарказма, так еще и с той точки зрения, что восприятие и восприятие тональности является достаточно субъективным явлением. То есть одно и то же сообщение может быть воспринято нами как положительным, да, так и отрицательным. И вот эта вот субъективность, она представляет собой гораздо более сложную проблему, нежели вот проблема технического характера, идентификации положительных или отрицательных сообщений. Далее, сепарация информационных вбросов. И все, что касается информационного противоборства, поскольку, да, дубли сообщений удаляются, безусловно, но, тем не менее, уже и Артем Николаевич говорил об этом, да. Вот вброс необходимо все-таки отличать. Вот такая вот валовая методика сбора сообщений, да, ей должен предшествовать некий этап достаточно тщательного отбора качественных сообщений, которые могут подвергаться действительно анализу. Потому что сейчас мы, ну, собираем валово, конечно, устраняя дубли, устраняя неоригиналы, устраняя спам, да, и все то, для чего можно поставить вот эти вот спам-фильтры. Но, тем не менее, если это какой-то содержательный вброс, возможно, в небольшом количестве, да, ну, здесь, в общем, проблема достаточно тоже широкая, и она касается именно качества сообщений. Далее ограниченность семантических моделей, то есть тем. Проблема в чем? Дело в том, что мы выделили семь тем, мы максимально там пытались собрать в них все, что может в той или иной мере вызывать недовольство населения. Но вот все возможные, все возможные новые события в инфополе, да, новые реакции, их предугадать достаточно сложно. Потому что вот там произошел расстрел в Перми, да, для того, чтобы быстро среагировать на возникновение очагов социальной напряженности, необходимо достроить лингвистические модели, необходимо все загрузить, выгрузить, увидеть реакцию. Это требует определенного времени, поэтому вот возникновение любого нового инфоповода предопределяет создание, да, необходимость создания вот этих семантических моделей, совершенствования их, то есть добавление новых тем. При этом, если взять просто валовое какое-то недовольство в виде негативных сообщений и комментариев, да, то мы просто получим смещение качества информации в сторону каких-то развлекательных, досуговых инфоповодов и все то, что нам действительно не нужно и действительно не имеет отношения к социальной напряженности. Поэтому вот выделение таких смысловых категорий, оно обязательно, это однозначно. Другой вопрос, что широта этих категорий, ну, ее нужно оттачивать. Смещение выборки как с точки зрения представленности представителей населения, да, представителей общества в интернет, так и с точки зрения их активности. То есть не все имеющие действительно некоторую недовольствоверенность сообщают об этом, да, посредством там своих сообщений или комментариев. То есть это смещение выборки не только по социально-демографическим характеристикам, что имеет место быть, да, как в общей представленности пользователей в интернет, так и в распределении этих групп социально-демографических по площадкам, по платформам, так и вот с точки зрения активности. То есть есть пользователи активные, да, есть пользователи неактивные. Вот это сегментация пользователей. Верификация результатов с реальной социальной напряженностью. В принципе, понятно, да, что здесь можно и провести опрос, сопоставить данные, но тем не менее проблема верификации, она достаточно такая глобальная. Здесь уже подключается, в принципе, соотнесение виртуального, реального, взаимовлияние виртуального и реального. То есть в настоящий момент не совсем понятно, насколько вот подобная методика, да, и вообще считывание социальной напряженности с социальных сетей действительно верифицировано с реальным уровнем. Поэтому предлагаемым решением, вот как раз на котором мы останавливаемся, и которое является для нас наиболее оптимальным, является компиляция результатов как выборочных социсследований, так и данных медиа. Ну и расширение географии, да. Дело в том, что регионы имеют свою специфику, и проблемы, которые волнуют людей в регионах, тоже имеют свою специфику. Обсуждение темы отопления, оно будет у нас в динамике даже разниться по разным регионам. Вот, и необходимо понимать, что для расширения географии, то есть апробации данной методики не только на одном регионе, необходимо также учитывать специфику региона при построении лингвосематических моделей. Вот здесь вот автоматически распространить эту методику на все регионы России, ну, не представляется возможным, поскольку получим достаточно существенное смещение из-за разницы в проблематике общественной жизни. На этом я закончу, коллеги. Вопросы себе задать не могу, жду от вас вопросов. Ну, насколько я понимаю, да, вопросов ко мне нет по представленному докладу. Тогда разрешите представить следующего докладчика. Да, у нас завершающий доклад. Образ Российской Православной Церкви в социальных медиа. Фомин Егор Васильевич, младший научный сотрудник кафедры цифровой социологии, был именно Ломоносова. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Здравствуйте. Меня слышно, да, хорошо? Да, все в порядке. Яна, презентация моя видна? Да. Еще раз добрый день, спасибо большое за возможность выступить. Значит, мое выступление будет посвящено образу Русской Православной Церкви в социальных медиа. Это один из первых таких больших проектов, который мы тоже также совместно с компанией Крибрум начали разрабатывать. И сегодня кратко представлю его результаты, опустив какие-то некоторые нюансы, некоторые темы. Собственно, уровень доверия к Церкви сегодня фиксируется на уровне 70%, что схоже с уровнем доверия к президенту и армии. Во многом этот образ достигается за счет того образа, который транслируется, конструируется, формируется в СМИ. И сегодня, значит, большое влияние в релиз социальной медиа. Наша задача как раз состояла в том, чтобы выявить этот образ в социальных медиа, в тех медиа, в тех каналах, которые оказывают значительное влияние на формирование, значит, образа РПЦ в сознании массового пользователя. Так как этот медийный образ, он не единообразен, существуют исследования в каких-то традиционных СМИ, по телевидению, по радио, образы РПЦ. Но наша задача была посмотреть в том, кто сегодня, какие каналы, какие лидеры общественного мнения формируют, структурируют образ РПЦ у пользователей. Значит, следует сказать, что в кризисные периоды, такие как эпоха коронавируса, роль, в принципе, института религиозного, роль РПЦ возрастает. И пользователи активно наблюдают за высказываниями религиозных лидеров, за какими-то решениями Роспотребнадзора, санитарными государственных властей. То есть следят за актуальной информацией в способах проведения богослужений, закрытия ограничения храмов, совершения таинств и так далее. Поэтому, собственно, выяснение этого образа в контексте пандемии становится особенно актуальным. Про методику исследования коротко скажу, теоретико-методологические основания, они есть, они основываются на широком круге различных теоретических зарубежных отечественных исследований. Мы основывались на теории фрейминга, я только о нем скажу, под которым понимали, во-первых, вы считали его глаголом, как процесс. То есть понимали под ним способ выбора определенных аспектов реальности, которые делаются более заметными в коммуникативном тексте и популяризируют определенную трактовку проблемы, интерпретацию причин, моральную оценку, возможное решение. То, что, собственно, и делают СМИ. И второй узкий смысл, в котором мы тоже понимали процесс сформирования, просто как способ преподнесения материала в публикациях социальных медиа. То есть что говорится о событии или о личности, что умалчивается, как оценивается говорящим. Вся работа была разделена на два этапа. На первом выявлялись предмет выбора исследования. То есть нам нужно было понять, какие медиа мы исследуем, каких лидеров общественного мнения мы смотрим, какие это инфоповоды. Значит, была разработана исследовательская модель совместно с лингвистами и программистами компании Крибрум. Связанных с РПЦ включало более 100 понятий и 9 понятий, связанных с темой коронавируса. И на втором этапе производился уже контент-анализ публикаций, появлялись применяемые технологии, вкратце тоже о них скажу, и, собственно, выявлялся, анализировался медийный образ РПЦ. Значит, ну, про динамику сообщений, информационное поле, как вот Артем Николаевич говорил, да, что настранение сообщений похоже на шляпу, здесь типичный пример, вот, интересно, что всего за исследованный период порядка 800 тысяч сообщений было опубликованных, и почти половина из них была оригинальна. То есть для интернет-публикаций это очень высокий уровень показателей, потому что обычно считается, что в интернете много перепечаток, шеров, и уровень оригинальных сообщений там на уровне 5-7, иногда даже и меньше, да, то есть много сообщений просто копируются другими пользователями от каких-то источников. Вот, собственно, здесь можно сделать вывод о том, что пользователи активно высказывали свое мнение, то есть тема РПЦ считалась для них личной, интимной, они хотели высказаться, да, что они, собственно, и делали. Вот, именно поэтому мы видим такой повторяющийся график оригинальных сообщений, синенькая, значит, синенькая линия. Вот, значит, такой же график, он, по сути, повторяет график динамики сообщений, это динамика авторов. И в среднем порядка трех сообщений каждый автор сделал на тему Русской православной церкви и коронавируса. Значит, далее мы перешли к выявлению этих топов, как раз на экранах представлен рейтинг влияния в период локдауна, это с 1 марта по 30 апреля 2020 года, да, то есть первый крупный отечественный наш локдаун. И на экране представлены 25 авторов, еще 10 авторов сделали только по одному сообщению, и в расчет мы их не брали. Да, то есть вот, по сути, наша выборка тех влиятельных медиа, здесь как крупные каналы медийные, государственные, так и лидеры общественного мнения, блогеры, которые мы анализировали. Далее все медиа были разбиты на каналы по направленности, ну, конечно, условно, да, вот, значит, на государственные, нейтральные, оппозиционные, зарубежные, развлекательные. Сразу оговорюсь, что под нейтральную мы понимали каналы без ярко выраженной редакционной политики, понятно, что это некий такой умозрительный, идеальный, научный, сконструированный тип, да, там, если выбора вспоминать. Если сразу посмотреть на, значит, на список источников, да, то видно, что в наш рейтинг не попадают православные каналы, да, там, Спас, Союз, там, телеканал даже Царьград, нет ни одного православного блогера или лидера общественного мнения отсутствуют православные группы, там, YouTube-каналы и так далее. То есть даже если у этих консервативно-православных ресурсов есть своя широкая аудитория подписчиков, она не оказывает значительного влияния, да, на пользователей. Скажу, что мы еще выстраивали этот рейтинг, да, по рейтингу влияния, то есть не по количеству сделанных сообщений, да, а по рейтингу, то есть он включал охват подписчиков канала, да, медиа, и учитывал влиятельность этих подписчиков, да, вот, значит, и подписчиков-подписчиков, то есть влиятельность подписчиков, которые подписаны на эти каналы. Значит, ну, далее перейдем непосредственно к рассмотрению каждой группы каналов. Значит, первое – это образ русской православной стратегии в густарственных местах, медиа, значит, все публикации, как правило, все было сделано, 41 публикация на эту тему, всего 5 каналов, да, это Вести, Рео, Новости, Раштудей, Москва, 24. Все публикации имели такую положительную тональность, в них освещалась миссионерская, социальная, попечительская, добровольческая деятельность церкви, демонстрировалось, что церковь активно решает задачи по улучшению духовно-нравственного состояния России, значит, конечно, по началу пандемии была видна такая дисгармония, вот это симфоническое взаимодействие было нарушено, многие священники стремились сохранить исконные практики и ценности проведения служб, да, и была видна такая, как бы, разбалансировка того, что говорят священники, то, что они транслируют, и то, что предписывают государственные власти и санитарные власти. Вот, несмотря на это, в последующем, значит, все противоречия были сглажены, вот, и церковь также подчинилась, да, предписаниям из-за резкого роста заболеваемости своих прихожан. Вот, основная часть публикации, она лишена каких-то метафор, аналогий, резких фраз, образов, то есть используют усыхи факты, лаконичные высказывания, если публикации делают, значит, ну, профессиональные журналисты, там, может быть, социологи или геоведы, присутствуют отсылки к евангельским сюжетам, женам мироносицам, к происхождению иконы умиления и так далее. Значит, чаще всего применялась технология ссылки на авторитет, которая направлена на демонстрацию статуса, то есть автора, то есть это цитаты патриарха Кирилла, президента и так далее. Нет каких-то церковных иерархов. В публикациях прослеживалось применение технологии синхронизации индивидуя с группой, высказывались идеи о русском единстве, общей для всех православных христиан проблеме, отмечалась важность всеобщей молитвы, послушания и исследования рекомендациям врачей. Значит, посленно использовалась технология демонизации оппонентов, которая была направлена на критику тех священников, которые не подчиняются решениям, ограничить доступ прихожан в приходы. В целом, в анализируемых публикациях в государственных медиа транслируется образ церкви, упорененной в народной культуре, в народном быте. РПЦ представлена как духовная община, сплачивающая православных христиан, как носитель исконно русских традиций, духовно-нравственных идеалов, которая окормляет свою паству даже в самые трудные времена. Ну и в целом такой образ, как церковь, как соратница, спутница действующей власти, фигура патриарха, можно сказать, что представлена как фигура крупного государственного общественного деятеля. Далее образ РПЦ в нейтральных медиа. Я уже сказал, что это такой идеальный тип. Медиа без ярко выраженной нейтральной повестки. В принципе, все эти каналы можно было отнести либо к государственным, либо уже к оппозиционным. Но в принципе транслируется также образ патриотичной организации, которая интегрирует, объединяет христиан, как хранительницу традиций, духовно-нравственных идеалов. Но тоже не исключались такие технологии. Например, опрос о том, что стоит ли священникам серьезнее относиться к самоизоляции. Это публикация канала «Блокнот Медиа». Собственно, перед этим шел большой текст о повышении заболеваемости в приходах и о том, что священники болеют, прихожане болеют. И представляет вид нам такого самозабывающегося пророчества. Другого ответа, то есть подталкивает своих пользователей к однозначному ответу. И никакой валидной достоверной информации для социологов и делать какие-то выводы на основании этого нельзя. Но, тем не менее, медиа представляет образ священников, что они недостаточно серьезно относятся к самоизоляции, не прививаются. Такие некие ковид-диссиденты по отношению к власти. Значит, самый большой блок сообщений был сделан в оппозиционных медиа. Всего было сделано 109 сообщений. Все сообщения имели негативную тональность. Значит, в публикациях был представлен намеренно сформированный негативный стереотипный образ РПЦ. Чаще всего поднимались темы богатства института, церкви, патриарха, церковных иерархов, за что авторы статей, каналов обличали, критиковали РПЦ ее служителей. Эта критика, даже если она не высказывалась в явном виде, она выражалась с помощью иронии, сарказма, нанеков, отсылок и так далее. В комментариях к этим публикациям пользователи высказывали тоже свое крайне скептическое на недовольство. Угрожали патриарху, использовали нецензурные выражения, насмехались над церковными методами, которые предлагала церковь в борьбе с коронавирусом, крестные ходы, объезды, облеты городов и так далее. То есть РПЦ в первую очередь преподносилась не как институт, который решает духовно-нравственные проблемы, выполняет компенсаторную психологическую функцию, а как провластный институт, который беспокоится только о собственной выгоде. Для усиления эффекта часто использовался метод повторения, вот как на скриншоте телеканала «Дождь», то есть название статьи продублировано трижды. На самой картинке уже под ней. Священники представлялись как негуманные, эгоистичные, алчные, как амбассадоры коронавируса, как доставщики беды по аналогии с доставщиками еды и продуктов. Церковь представялась как эпидемиологически опасное место. Большинство публикаций были сделаны, что интересно, в оппозиционных каналах анонимны, то есть там не было ни счетчиков просмотра публикаций, на крупных каналах, безусловно, не были, там как «Дождь», «Меха Москвы» и так далее. Но большинство публикаций были сделаны анонимно. Применялись технологии, как я сказал, многократного повторения, нарушения хронологии, когда в картинке ставились несоответствующие периоды публикации. То есть публиковались фотографии патриарха с президентом, которые были сделаны до тех событий, о которых говорится в новости. За счет анонимности, как правило, применялись шутки, нецензурная брань, насмешки, сарказм и так далее. Использовались лингвистические вопросительные конструкции, есть ли вообще пандемия. Тем самым показывалось, сами православные христиане показывались, во-первых, как ковид-диссиденты, которые не принимают во внимание решения властей, а во-вторых, как, можно сказать, недалекие люди, которые, в принципе, верят в теории заговора и отрицают коронавирус. То есть церковь представлена как такой отсталый общественный институт, не отвечающий потребностям современного общества. Авторы не понимают, как крестные ходы, молитвы, как они могут помочь в решении проблемы коронавируса. А таким образом, если церковь никак не помогает, то, по их мнению, она не нужна, ее нужно избавляться. То есть церковь неэффективна. Значит, священники были представлены во многом как негуманные, эгоистичные, алчные. Как правило, прослеживалась такая информационная кампания. То есть этих каналов настолько много, и что анонимные новости выходили настолько часто. И даже если они были в разных медиа, в разных СМИ, по сути, они публиковали одни и те же новости. То есть такое еще, можно сказать, массовость негативных публикаций, массовость транслируемого деструктивного контента. То есть церковь представлена как место опасное, эпидемиологически неблагоприятное. И все сообщения были направлены на то, чтобы заставить людей бояться посещения священных мест, обличались нарушители режима и так далее. Многие оппозиционные блогеры говорили о церкви как о коррумпированной организации, которая пользуется привилегиями государства. По мнению этих блогеров, церковь – это социальный институт, в котором процветает несправедливость, указываются недостатки, пороки, властей, иерархиев. И говорится о том, что реальное положение дел в церкви отличается от реального положения дел. То есть блогеры во многом для привлечения внимания молодежи, пользователей намеренно совершали грамматические ошибки, использовали смайлики, эмодзи, публиковались клипы, делались мемы, нарезки. То есть тексты такие короткие по объему, с неравставленными знаками припинаниями, без выделенных абзацев и так далее. Значит, следующий кластер, направление – это образ в развлекательных или не политических медиа. Но я здесь скажу только о сайте, который попал в рейтинг влиятельности подписчиков. Это сайт «Анекдоты из России». Собственно, здесь транслируется тоже такой негативный образ церкви. Она представлена отсталой от современных реалий, которая обогащается за счет своих прихожан. Бюрократическая организация, политическая. То есть это слабый социальный институт, который оказался неготовым к пандемии, не способный принимать правильные своевременные решения, чтобы предотвратить рост заболеваемости своих прихожан. Ну а так как она не выполняет также свои функции в полной мере, то есть недостаточно заботиться об окружающих, следовательно, в ее существовании нет смысла. Вот Артем Николаевич решил не говорить об окне Авертона, но я, наверное, скажу, потому что в анекдоты упаковываются различные смыслы и в форме шутки, иронии, сарказма проталкиваются определенные, в том числе посредством информационных кампаний, информационных атак проталкиваются определенные негативные смыслы, которым пользователь бомбардируется со всех сторон. Следующим и последним каналом – это образ РПЦ в зарубежных социальных медиа. Из зарубежной медиа у нас попали два украинских интернет-портала, это «Украинская правда» и канал «1 плюс 1». Они запрещены на территории России, собственно, это немножко усложнило анализ, но здесь мы частично еще взяли публикации, которые были после 30 апреля. Но во многом можно сказать, что в этих каналах используется технология дегуманизации оппонента, создается образ РПЦ как врага Украины, украинского народа, сообщается о священниках-диссидентах, о росте заболеваемости в российских храмах, монастырях, которые происходят по причине нарушения режима самоизоляции. То есть не сообщается об оказываемых реальных проблемах, о том, что священники – это что церковь делается, уже о принятых санитарных мерах, рассказываются только негативные новости. Во многом это связано с тем, что в 19-м году православная церковь Украины еще обрела статус автокефали, там на Украине свои политические процессы проходят. Но вот глава, в том числе внешней разведки Украины, говорит, что религиозная община РПЦ, но Украина проводит какую-то подпольную разведительность ведут. Переходя к выводам, можно видеть, какие каналы какой направленности, какой образ РПЦ создают, транслируют, конструируют, в том числе пользователям, какие для этого используются технологии. Собственно, скажу, что в рейтинге влиятельных авторов присутствует всего пять государственных СМИ, отсутствуют платформы, которые генерируют православный контент. Собственно, можно сказать, что репрезентация образа РПЦ, православной веры, патриарха, иерархов и прихожан в принципе сегодня в медийном пространстве не выстраивается. Она выстраивается светскими СМИ, блогерами. Если в государственных федеральных СМИ этот образ традиционный, то иной образ конструируют блогеры и медиа-оппозиционного характера, которых очень много, да, то есть это, значит, идея о том, что патриархов и иерархии эгоистичные, безразличны к судьбам людей, порочные, алчные, используются в этих каналах, да, кричащие заголовки, используется ирония, сарказм, анекдоты, о чем я уже сказал. Вот, какие-то положительные моменты, да, например, новостей, связанных с Пасхой, с ее, там, празднованиями новостей практически не было, да, то есть новости положительные, они либо игнорируются, либо преподносятся с негативной стороны. Вот, в большинстве случаев РПЦ это такой средневековый институт, который не вписывается в современные реальности, дремучий. Слова иерархов церковных трактуются, так сказать, таких, как носят такой консервативный характер, направленный исключительно на пользователей, там, старшего и среднего возраста, и можно видеть, что нишу работы с молодежью, да, с пользователями оккупируют оппозиционные либеральные блогеры, которые шутят про церковь, духовных лиц, создают мемы, осмеивают религиозную тематику, и можно сказать, что, в принципе, все это является реакцией молодежи на неверно выстроенный диалог между церковью и молодежью. У меня все, надеюсь, я уложился в тайминг. Спасибо за внимание. Спасибо. Егор Витальевич, скажите, пожалуйста, коллеги, есть ли у кого-то вопросы? Насколько я понимаю, вопросов нет в чате, пока у нас тоже вопросов нет. Егор Васильевич, тогда позвольте я задам вам вопрос. Скажите, пожалуйста, каковы были критерии деления соцмедиа на группы? Какие-то качественные, количественные, что вы брали в основу деления? Ну, я подозревал, что это вопрос возникнет. Потому что зачастую, я прошу прощения, зачастую одно и то же СМИ демонстрируют различные направления, различные характеристики, по которым его можно отнести и к той, и к другой группе. Поэтому вот здесь вот очень часто возникает проблема у всех тех, кто занимается. Во многом это было сделано, конечно же, вручную. В развлекательных каналах, я думаю, здесь было все очевидно, в зарубежных тоже все очевидно. Здесь вопрос единственное, что можно было исключить направление нейтральных, потому что исключительно нейтральных не существует. И раскидать их на государственные оппозиционные. Но, в принципе, это было сделано вручную, использовалось социологическое воображение. Только вручную. Просматривались каналы, тональность публикации, в том числе в проекте, который был. И группировались по направлению. Хорошо, спасибо большое. А еще можете вернуться к графику, который у вас был, о динамике сообщений? Можете прокомментировать, с чем связано? Пик – это Пасха. Это 18 апреля, это празднование Пасхи. И количество публикаций резко возросло. Если бы мы видели, что здесь синенькая линия графа пересекала красную, наверное, мы бы фиксировали всплеск оригинальных сообщений. Но здесь, конечно, сообщения дублировались, были копии, возможно, какие-то фейки. Но их было немного. Судя по этому графику, их было немного. То есть процент оригинальности очень больших сообщений. Для интернет-публикаций. Это характерная черта, получается, в публикации. А вот интересно, почему так было. Мы связываем это с тем, что сама проблема закрытия храмов, тема РПЦ и коронавирус оказалась людям близкой. И они высказывали свое мнение, не копируя другие сообщения. То есть все публикации, сообщения в большинстве было оригинальными. Написанное живыми, реальными людьми. Ну и так далее. Хорошо, спасибо большое. Весьма интересное замечание. Коллеги, в вопросах нет? Верно. Тогда позвольте закончить. Да, это у нас был последний доклад. У нас еще пара моментов организационного характера. В первую очередь хотелось бы попросить всех участников, которые все остались с нами, включить камеру. Мы с вами сделаем скрин-фото. Будьте добры, включите, пожалуйста, видеокамеры, те, кто не против. Пока хотелось бы сказать, поблагодарить в первую очередь всех за работу, за продуктивную работу. Я буквально вот сейчас же была еще на конференции в Удмуртском государственном университете, тоже на секции социологии. Но дело в том, что хотелось бы отметить, что в последнее время исследований, которые занимались бы анализом явлений, процессов, которые происходят в социальных сетях, все больше и больше. И эти исследования, они достаточно... Все больше для них характерна междисциплинарность. Это часто сочетание мат-методов, теоретических дисциплин, гуманитарных дисциплин. То есть мы видим, как происходит коллаборация различных специалистов в разных областях и сферах знаний. Камеры, я думаю, включили, да? Все. Мария, сделайте, пожалуйста, тогда скрин. И еще один момент организационного характера. Поскольку велась видеозапись, она будет опубликована на канале факультета. Обещали, что запись опубликована будет к понедельнику. И примерно к понедельнику также вы сможете получить сертификаты. Так, вот у нас Александр Александрович выступает, подключается, если можно. Сейчас он, возможно, скажет нам завершающее слово. Александр Александрович, вы здесь у нас? Пока, видимо, нет. Хорошо, коллеги. Всем спасибо большое. Будем рады видеть вас в качестве участников на наших других мероприятиях. Очень приятно, что вы посещаете наши площадки. И мы всегда готовы к сотрудничеству. И всегда рады вас видеть с исследованиями социальных сетей, социальных процессов, отражение социальной реальности, отражение реальности, социальной виртуальности, взаимовлияния. Спасибо всем большое за участие. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok